Добрый день! Меня зовут Александр Христофоров. Сегодня у нас лекция номер два под названием типовые архитектуры. Я работаю в Одноклассниках с 2009 года вроде бы ведущим разработчиком. Работаю я в команде платформы. В основном занимался всякими вещами, связанными с хранилищами данных, создание новых хранилищ, миграция, внедрение каких-то существующих, такие всякие задачи. Плюс делал всякие продуктовые вещи, запускал видео, участвовал в музыке, в ленте, API для внешних приложений. Поделал очень много чего и сегодня постараюсь поделиться с вами своим опытом. Сам учился давно в институтах. Когда учился, нам ничего подобного не рассказывали, поэтому все, что я знаю, всему научился на работе и на практике. Поэтому рассказывать буду, собственно, то, что я считаю наиболее ценной и интересной с точки зрения практики. Возможно, где-то с теорией что-то разойдется, уж не обессудьте. По ходу презентации буду использовать в качестве примера какое-то довольно типичное приложение. Мессенджер, да. Есть люди, они обмениваются сообщениями через какой-то сервер, да. Соответственно, кто-то использует компьютер для этого, кто-то телефон. Сразу скажу, что некоторые примеры, они будут основаны, возможно, даже на том, как у нас это реализовано в Одноклассниках, некоторые нет. Просто для иллюстрации, чтобы вам было понятнее. И начнем мы с таких довольно простых вещей и потом будем углубляться в недре глубже, глубже, глубже. Начнем мы вот с чего. Какое-то время назад, там, скажем, 10-15 лет назад, да. Все мессенджеры практически, они были толстыми клиентами. Что это означает? Вы берете приложение, скачиваете, запускаете у себя на компьютере, да. И, как бы, он уже общается дальше с сервером. Посылает запрос, сервер, посылает запрос по каким-то протоколам типа TCP, HTTP, возможно, еще какой-то свой приватный там протокол. Не важно, на самом деле, в данном случае. На сервере есть какое-то там дисковое хранилище, где хранятся какие-то данные, да. Сервер общается с этим дисковым хранилищем, что-то там получил, например, сообщение, да, и отдал обратно клиенту. В принципе, толстый клиент, это может быть как приложение на компьютере, как приложение на телефоне, то, что сейчас мы имеем, да. И всех отличает одна важная особенность, что все состояние хранится на клиенте, ну, или большая его часть хранится на клиенте. Что такое состояние, да? Это, ну, какой-то набор данных, там, да, это может быть сообщение, это может быть переписки, это может быть статус друзей, все что угодно. И состояние, я здесь отметил желтеньким, да, потому что это очень важно, на самом деле, состояние очень сильно влияет на то, как у вас построена система. Там, где есть состояние, там всегда проблемы. Вот это такая вот аксиома, к сожалению. Посмотрим пример, да. Вот есть человек, он сидит с телефоном, он посылает запрос на сервер, сервер ему звучит какой-то ответ, у него есть состояние. Состояние это что, да, диалог, сообщение. Дальше некий там друг посылает ему сообщение в ответ. Сообщение приходит на сервер, сервер отсылает сообщение непосредственно к клиенту, обновляется состояние, в сообщение добавилось, ну, в список сообщений добавилось новое сообщение, где-то в диалоге отметили, ага, появилось новое сообщение, возможно, в состоянии отметили еще что-то. Вот основной принцип работы. Потом, со временем, да, ладно, со временем потом будет, извиняюсь. Какие преимущества вообще были у толстых клиентов? Почему они были так столь популярны? Потому что интернет был достаточно поганенький тогда, и толстый клиент позволял вам сильно экономить трафик. Вы пересылаете только данные, только те данные, которые вам нужны. Кроме того, задержки могут быть сильно меньше, потому что у вас есть постоянное соединение, его не нужно заново переустанавливать, это достаточно дорогая процедура, и вы можете маленькими порциями запрашивать те данные. Вы можете запросить, мало того, не только, например, сообщение, а сразу сообщение, информацию о друзьях, а есть ли новые сообщения, куча всяких данных, да, это очень классно. Кроме того, толстый клиент позволяет вам эффективно эти данные кэшировать. Вам не нужно каждый раз ходить и спрашивать, слушай, ну дай мне весь список моих друзей. Мы его один раз получили, и потом, значит, можете им спокойно пользоваться, не нужно ходить на сервер. Классно же, да? Кроме того, если у вас есть постоянное соединение, вы можете посылать пуши. Что такое пуши? Это когда сервер посылает данные клиенту, а не наоборот. То есть клиенту не нужно идти на сервер, чтобы спросить, а есть ли у меня новые сообщения. Если у вас есть постоянное соединение, то сервер может сам в какой-то момент взять и прислать. Во-первых, это очень быстро, во-вторых, это очень дешево. Круто же. Кроме того, толстый клиент позволяет вам организовать работу в режиме офлайн. Это сейчас такая довольно модная тенденция. И она и раньше была, конечно же, модная, но сейчас совсем модная. Ну, суть такая, да, у вас интернет, он нестабильный, особенно на телефоне. Вы зашли в метро, бах, интернет пропал, ну а вы писали сообщение. Вам же хочется, чтобы его доставили, да, и вы не хотите думать о том, как оно будет доставлено. Вы уже написали, уже послали, да, вы уже нажали кнопочку send. Толстый клиент позволяет подождать, пока появится соединение, соединение появится, послать, да, и он вам это может каким-то образом гарантировать. И с точки зрения разработки больших систем нагруженных, это дает еще один громадный плюс. У вас на сервере нет состояния. А раз у вас на сервере нет состояния, то проблем становится намного меньше. И дальше мы посмотрим, почему. Какие недостатки у толстого клиента? Основной недостаток, да, это обновление версии. Ну, понятно, вы на компьютер там скачали какой-то, мессенджер запустили, обновили его через пять лет. И все, вы как разработчик, вы хотите, чтобы пользователи пользовались более новыми, прогрессивными версиями, фиг, да. Сейчас, конечно, когда мы говорим про телефоны, то App Store, да, или Google Play Market, да, они, в общем, заставляют вас довольно часто и быстро обновляться. И если вы явно от этого не отказываетесь, то процесс обновления стал сильно проще. Поэтому это все обратно вернулось, и это стало все популярно, потому что сейчас реально можно быстро раскатывать новые версии приложений, и это уже не является такой проблемой. Еще один недостаток — это совместимость API. Все равно какой-то процент пользователя остается, который, естественно, не обновит приложение, и он будет работать по какому-то старому протоколу с вашим сервером. И вы будете с этим жить вечно, грубо говоря. Либо вы в какой-то момент скажете, ну ладно, у нас пять процентов осталось там старых версий, мы на них забьем, скажем им, все, ошибка, ничего не работает. Ну, либо вы будете всю жизнь поддерживать в какой-то предыдущей версии протокола или API, да, работы с сервером. Кэширование. Вот кэширование — классная штука, да. Мы получили список друзей, все, у нас все есть на клиенте, но с ним есть проблемы. Его нужно как-то поддерживать с консистентным состоянием с сервером, потому что на сервере что-то меняется, а вы на клиенте об этом не знаете. Какие варианты? Либо периодически запрашивать, да. Но если периодически запрашивать, то как часто? Если очень часто, понятно, это дорого довольно, да, это издержки. Если редко, то вы можете не узнать, что новая появилась. Вам нужно придумывать, как получать какие-то изменения, да. Это усложняет, естественно, протокол. Вам нужно организовать там свои хранилища, сервера таким образом, чтобы они научились, например, отдавать дельту, да. То есть только новых пользователей. Или там только новые сообщения, или еще что-то. Еще несколько проблем, уже пришедших из практики из нашей. Например, локализация приложений, да. Вам нужно приложение выписать на разных языках. Ну, неминуемые ошибки, да. Где-то там неправильно перевели, еще что-то. Вы выкатили эту версию уже в Store, да, ее поставили на телефон. Вы смотрите, а, нужно текст исправить. Все, никак, да. Вы вынуждены ждать, пока у вас будет новый релиз, пока опять его запровят, пока пользователи его обновят. И они будут видеть какое-то кривое сообщение. Вроде бы простая вещь, но это пример того, что ничего не бывает бесплатно, да. Вот даже такие простые вещи в этом случае сделать довольно сложно. Потом эксперименты, да. Представьте, у вас есть там миллион пользователей, у них все классно проинсталируемое какое-то приложение. Вы хотите какую-то новую фичу включить. И вы не знаете, она заработает, хорошо, плохо, понравится, не понравится. Такие варианты, да. Вам нужно как-то включить на какую-то часть пользователей, посмотреть, как оно зашло, да. Потом выключить, возможно, включить дальше. Вот эти эксперименты проводить становится сильно сложнее. Потому что вы не можете там сказать, так, вот этим вот людям мы там на клиентском приложении что-то включим, да. Вам нужно организовать каким-то образом взаимодействие с сервером так, чтобы сервером можно сказать клиентскому приложению. Да, вот сейчас включилась такая-то фича, клиент начал работать по-новому, потом ее отключить. Клиент, соответственно, должен узнавать о всех этих изменениях, настроях, которые вы делаете на серверах. Это довольно сложная штука. Поэтому, наверное, может не только поэтому, но какое-то время назад, в принципе, были популярны очень тонкие клиенты. Да, это в каком-то смысле немного более простая штука. У вас есть веб-браузер, у вас есть веб-сервер, вы ходите к серверу, на самом браузере нет никакого состояния, кроме той HTML-странички, которую вы видите. Все состояние по максимуму живет на сервере. А вы ходите в протокол HTTP, естественно, там дальше то же самое. Веб-сервер ходит, там, какое-то дисковое хранилище, получает ответ, возвращает ответ браузеру, все классно. Если посмотреть наше сообщение, например, с сообщениями, то было бы как, да. Человек зашел с телефона или с компьютера, послал запрос на веб-сервер, чтобы сервер ответил, что, HTML. HTML-страничка отрисовалась в браузере, дальше посылается новое сообщение, его невозможно доставить пользователю. Пользователь вынужден сам, через какое-то время, периодически или руками, пойти еще раз на сервер, сказать, слушай, ну, теперь отрисуй мне заново эту страничку. Сервер посмотрит, да, есть новое сообщение, отрисует ему новый HTML, старый HTML заменится новым, вот так все работает. Какие преимущества? Ну, понятно, проблема, обновление пропадает. У вас обновление софта происходит практически в момент перехода по ссылке, любого действия. У вас открывается страница, и она уже может быть абсолютно новая, по-новому адресована, по-новому выглядит, все что угодно. Естественно, скорость разработки тоже сильно быстрее, потому что у вас есть только один компонент, который вам нужно делать, да, это веб-сервер, который верстает HTML. Все намного проще, нет вот этого API, взаимодействия, куча всякой ненужной работы. Проблема совместимости API, естественно, тоже пропадает. Вы выкатили веб-сервер, он там работает с вашими внутренними системами, по какому протоколу это никого не волнует. Протокол взаимодействия между клиентом и сервером, он очень простой. Это HTML, да, который стандартизован, вечный, просто сказать. Ну и, соответственно, все проблемы, которые рассказал, локализация, эксперименты, да, это все намного проще. Вам нужно текст поменять, вы пошли хоть в HTML на файле поменяли руками или еще где-то, и все у вас заработало. И эксперименты проводить тоже сильно проще. Вы можете одним пользователем показывать одни HTML-странички, другим другие, в любой момент включать, переключать, как вам изволится. Ну, естественно, опять же, ничего не бывает бесплатно, есть некоторые сложности. Во-первых, ну, трафика больше, потому что мы теперь гоняем не маленькие кусочки с данными, а мы гоняем HTML, причем целиком. Нам нужно одно сообщение новое получить, а мы гоним всю страничку HTML, там, с кучей сообщений. Соответственно, по трафику это сильно дороже. На телефонах, естественно, эта проблема более актуальна, чем на компьютерах. Опять же, задержки, да, они становятся сильно больше. Состояние перемещается на сервере, и это создает массу проблем. Кроме того, такие фичи, как куши, их, в принципе, сделать уже нельзя. То есть нельзя сервера доставить информацию на клиент. Есть, конечно же, хаки всякие. Люди давно придумали всякие способы, как это обойти. Ну, например, вы можете открыть соединение, сделать запрос, а сервер будет долго отвечать. Ну, например, минуту. Клиент будет ждать, 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 а сервер будет просто там минуту ничего не делать. И когда придет новое сообщение, он ему ответит. Если не придет, через минуту ответит. Ну, ничего не изменилось. Клиент пойдет заново, скажет, ну, давай еще. И опять минуту будет висеть. Ну, это все по большому счету костыли. Ну, и в оффлайн-режим тут уже его никакого быть не может, потому что, как только вы нажали на кнопочку, там, отослать сообщение, а сервер недоступен, вы получите ошибку, если у вас сети нету. Ну, и все. И как бы оно никак не доставится уже. Состояние на сервере в первую очередь связано с сессией пользователя. Это то, без чего вы никуда не денетесь. Да, потому что, как минимум, если это у вас не новостной сайт, да, какая-то там социальная сеть, месседжер наш, да, вам, как минимум, нужно авторизоваться. Ввести логин, пароль, вас должны залогинить, и дальше все запросы должны происходить в рамках вашей уже авторизованной сессии, да. Соответственно, состояние какое-то все равно появляется. Но состояние, оно минимальное. Состояние называется сессия, да. Обычно ее организовывают с помощью куки. Ну, я надеюсь, что вам рассказывали про там HTTP, все такое. Нет. Ну, в общем, это некая строка, грубо говоря, которую сервер может поставить в ответ, да, и потом браузер будет каждый раз эту куку присылать серверу. То есть это некий идентификатор. По этому идентификатору в памяти можно сохранить некие данные. Их может быть очень дофига. Они в зависимости от системы, да, в некоторых это там могут быть мегабайты данных, у некоторых ее вообще может практически не быть. Только признак авторизован, не авторизован, там, я иди пользователя, например, да. По-разному организован, но она всегда есть. Соответственно, сессия пользователя, в зависимости от того, большая она или маленькая, она, естественно, потребляет память на сервере, что создает некоторые сложности. Если до этого у вас сервер вообще, в принципе, только занимался отрисовкой, там, да, каких-то там ответами, то сейчас он потребляет память. Кроме того, если у вас появляется сессия, и она живет в памяти, то логично, что пользователь стал привязан к конкретному веб-серверу. Если у вас два веб-сервера, вы не можете просто пойти то на один, то на другой, да, вы становитесь привязаны к этому серверу. Есть другой вариант, можно строить, сделать репликацию, да, то есть вы заходите на один веб-сервер, создается какая-то сессия, она каким-то магическим способом реплицируется на другой сервер, и потом, если тот сервер откажет или еще что-то произойдет, пользователь придет на другой сервер, хоп, а там уже есть его сессия. Но это все достаточно сложно, это сильно усложняет разработку, я потом и дальше будем больше говорить про это, и поймете почему. В последнее время, там, ну как последнее, уже, наверное, лет 10, может быть, больше, уже не последнее, соответственно, появилась новая тенденция, которая все больше набирает популярность. Это толстый клиент, но на вебе, да. Почему? Потому что он сочетает все плюсы обеих систем, и при этом сильно меньше недостатков. Ну что это означает? Это означает, что у вас есть приложение, то же самое HTML, вы получили его с сервера, но дальше на JavaScript вы пишете, собственно говоря, приложение так, как вы писали бы его там где-нибудь на C там раньше, да, или там еще на Objective-C там, или еще что-то. Вот. И суть в том, что вы уже не ходите каждый раз и не перерисовываете всю страницу целиком, вы либо перерисовываете просто фрагменты, то есть вы идете с каким-то запросом на сервер, он вам дает кусочек маленьких HTML, а вы меняете только кусочек. Это вот первое, что появилось, называлось-то AJAX, модным словом. Вот. Сейчас все больше двигается вообще в другую сторону, когда вы получили HTML очень простой и очень много JavaScript. То есть, по сути дела, вы загрузили приложение сразу же в память браузера, и дальше это работает как толстый клиент. То есть просто на JavaScript написанный полноценный толстый клиент, который ходит к серверам по какому-то там протоколу, по HTTP обычно, работает он с каким-то API тоже, получает ответы. Состояние все, соответственно, на клиенте. Есть способы это состояние даже сохранить при рестарте браузера. Браузер становится все мощнее, предлагает все больше инструментов. JavaScript становится все быстрее, и все больше классных фич можно делать именно таким способом. И поэтому очень многие проекты сдвигаются в эту сторону. Вот. Ну, это как бы, собственно говоря, введение такое было. Я больше занимаюсь бэкэндом, мало что знаю про UI, поэтому дальше мы перейдем уже, собственно, к бэкэнду и к тому, а что же дальше, как же там сервера работают. Какие-то вопросы там есть пока, нет? Нет? Все просто, понятно, хорошо. Смотрите, какое-то, опять же, время назад появилось такое понятие, как трехслойная архитектура. Я не люблю этот термин, но поэтому я назвал ее типовой архитектурой. Очень многие стали приходить к тому, что стали выделять несколько компонентов во всей цепочке обработки запроса. Достаточно стандартные. Это сервер базы данных. Его ответственность хранить данные. Все очень просто. Есть сервер логики, который занимается выполнением каких-то бизнес-задач. Его суть в том, что он должен выполнить некое законченное действие с точки зрения приложения. Отослать сообщение от Васи Пети с каким-то текстом. Все. И он как бы не знает, как это дальше произойдет. Это пример. Дальше есть веб-сервер, который, собственно, занимается отображением данных. По сути дела формирует HTML. Это если говорить про тонкий клиент. Здесь, опять же, у нас есть состояние на веб-сервере. И основное наше состояние, самое главное и важное, это те данные, которые мы не можем потерять, оно хранится в базе данных. Зачем разделять веб-сервер и сервер логики? Казалось бы. Кто знает? Можно же оставить их вместе, там сразу же всю логику написать. Зачем вот эта посередине штука нужна? Статику можно не обрабатывать на сервере логики, а сразу отдавать? Не совсем. Вот если я не шучу, но если вы пойдете и посмотрите, почему и зачем, то я характеризую этот ответ. Во-первых, это красиво. На самом деле, одна из целей этого всего в том, чтобы разделить логику и UI. Почему? Потому что тогда логику, во-первых, проще тестировать. Она не связана вот так вот с UI. Вы можете менять UI, не боясь сломать основные функции приложения. Потому что если это все связано очень тесно, то оно становится очень тяжело. Вы вроде хотели поменять там немножко UI, как страничка выглядит, а сломали там основной сценарий по ссылке сообщений. Это плохо. Кроме того, это позволяет делать вот что. Вы можете поставить какой-то другой сервер, который будет наружу уже отдавать не HTML, а, например, API какой-то, для того, чтобы построить на нем толстый клиент. Там в браузере или на андроиде, или еще на чем-то. То есть суть в том, что логика у вас остается неизменная. Она предоставляет функции, законченные с точки зрения бизнеса. А UI вы можете к нему прилеплять любой. Можете там для мобильной версии поставить одни сервера, для веб-версии другие сервера. Собственно, вот у нас именно так и сделано. У нас есть мобильная версия, веб-версия и API для андроида и айфона. И это абсолютно разные фронт-энд сервера, которые работают с одними и теми же серверами бизнес-логики. Это реально круто. Дальше. Ну вот вы там построили архитектуру, у вас все работает, классно уже там напилили мессенджеров, пользователи поперли. С чем сталкивается проект? Ну понятно, рост нагрузки. Кроме роста нагрузки, то есть кроме количества пользователей, которые к вам приходят, у вас еще со временем сильно начинают расти объемы данных. Кроме того, вы включаете какую-то классную новую функциональность, которая может быть весьма сложной. И тут мы переходим к проблеме производительности. Рано или поздно вы заметите, что что-то у вас как-то не работает, производительность плохая. Что такое плохая производительность вообще? В принципе, чисто теоретически, есть два фактора. Это пропускная способность. Ну, грубо говоря, это количество запросов, которые ваша система может обслужить. У вас там пользователи, не знаю, нажимают кнопочку рефреш каждую секунду, у вас миллион пользователей, вот у вас миллион запросов. Если вы можете обслужить только 900 тысяч, то все, беда. Что получится в результате? Скорее всего, в результате получатся ошибки. Потому что пользователи просто тупо не дождутся своего ответа. Некоторые, конечно, будут ждать, наверное, очень долго. Возможно, даже дождутся через день. Кроме того, ошибки могут появляться и по другим причинам. Не потому, что просто система долго обслуживает, и его запрос пользователя долго провисел в очереди, просто потому, что внутри системы из-за роста нагрузки начинаются всякие точно такие же отвалы по тайм-аутам. Ну, грубо говоря, одна система идет в другой системе. Она ждет максимум минуту, 10 секунд, не важно сколько. Если запрос не обслужился, вы получили ошибку. Для пользователя это выглядит просто уже как ошибка. И следующий немаловажный фактор это время обслуживания запроса. Система может, в принципе, все обрабатывать у вас. Вроде бы ошибок нет. Вроде бы все запросы обрабатываются. Но если они вчера обрабатывались за секунду, сейчас они начали обрабатываться за 10 секунд. Это может быть очень плохо с точки зрения пользовательского экспириенса. Ну, сами представьте себе. Если вы берете приложение, и тут понимаете, что с каждым днем оно все медленнее вам отвечает. Ну, как бы фигня. Если вы это замечаете, и вы считаете, что это критично стало, то вам нужно каким-то образом бороться с этим проблемам производительности. И тут мы переходим к тому, во что же оно может упереться. С чего, почему эти проблемы вообще возникают. Проблемы с производительностью всегда возникают из-за того, что у вас закончился какой-то ресурс. Это и в теории так, и на практике так. Какие у нас основные ресурсы есть? Это память, процессор, диск, сеть. Может, кто-то еще какие-то знает? Ну, ладно, не знаете. На самом деле, чаще всего, действительно, вот четыре этих ресурса, они заканчиваются. И с чего мы начинаем поиск? Мы начинаем поиск проблем с того, чтобы идентифицировать, какой же ресурс закончился. Для этого есть куча разных инструментов, там профайлинг, там, не знаю, графики, там, все что угодно. Есть куча разных средств. Ваша задача найти, чего же стало не хватать. Вот, например, память. Кто знает, сколько памяти можно засунуть в современный сервер? Примерно, объем какой? Оперативы. Оперативы. Терабайт. Ну, в общем, да. В принципе, можно и терабайт засунуть. Но, правда, дорого. Все правильно. Вот, смотрите, вот, например, нормальный типичный сервер, там, у вас 128 гигабайт, например, память, там, это уже совершенно недорого, это совершенно обычная машина, по большому счету. И вы хотите сохранить там какую-то просто словарик, да, где ID пользователя, да, и смапить на него, например, по ID пользователю доставать время последнего сообщения, которого он послал. Ну, то есть, это вот один лонг на другой лонг, да. В зависимости от языка программирования, который вы выберете, в зависимости от библиотеки, которую вы будете использовать, да, объем памяти, которую она будет занимать, может отличаться просто в разы. Вот кто может сказать, сколько будет занимать примерно, хоть как посчитать, даже прикинуть, сколько будет занимать хешмап такой в джаве, если выжить джаву вроде, да. Какой-нибудь есть идеи, сколько может занимать хешмап такой. Ну вот, например, на миллион таких ключ-значения пар. Нет? Нет? Нет идей? Порядка 32 байт будет на каждой записи? Ну, даже чуть больше. Да, все правильно. Это, на самом деле, один лонг занимает 8 байт, например, второй лонг занимает 8 байт. Казалось бы, 16 байт, да, ну и на миллионы умножить. Ну, на самом деле, нет. Проблема в том, что, например, в джаве, да, вы работаете, когда вы работаете с коллекциями, типа хешмап, лист, вы работаете не с примитивными типами, которые занимают 8 байт, а работаете с объектами, типа лонг, которые являются, на самом деле, в раппером. То есть, это целый объект с кучей дополнительных полей вокруг одного 8-байтного значения. Кроме того, вам еще нужно хранить ссылочку на него. То есть, в хешмапе вашей будет храниться ссылка на объект. Ссылка сама занимает сколько-то, объект занимает с полями, ну и плюс еще 8 байт. И так два раза на ключе назначения. И оптимизации ваши могут заключаться в том, чтобы выбирать более эффективные, более компактные структуры для хранения данных. Вот, например, для этой задачи, да, можно взять какую-нибудь библиотеку, которая умеет делать хешмап с примитивами. Вот есть такая Троф, очень популярная библиотека, да, и она будет хранить у вас в разы меньше, занимать в разы меньше памяти. Таким образом, вы можете сильно все это оптимизировать, и все, как бы проблема вроде как решена. Еще одна проблема с памятью, это не только ее объем, который может закончиться, еще и скорость доступа к памяти. Вот кто знает порядок, за сколько происходит доступ в память? Никто не знает? Очень. Меньше миллисекунды. Сильно меньше, да. Это на самом деле, тут речь идет о порядке 100-200-300 нс в зависимости от условий. Ну, порядок такой. Это очень быстро. Это 10 тысяч раз в миллисекунду. Это можно сделать 10 миллионов запросов в секунду к памяти. Это очень быстро. Но даже в это вы иногда можете упереться. Следующий ресурс, который заканчивается, это процессор. Процессор частенько занят только полезной работой, естественно. А он что-то там крутит, считает там что-то, да. И вы это можете увидеть очень просто. Вы там берете какой-то инструмент, смотрите, ага, у нас CPU закончился, 100% загрузка CPU. Ну, понятно, у вас, значит, наверное, какой-то неэффективный алгоритм. Где-то вы, наверное, в цикле что-то перебираете слишком много раз. В первую очередь, конечно же, все оптимизации заключаются в поиске вот этих узких мест, которые неэффективно используют процессор. Да, это какие-то, ну, просто алгоритмы неправильные обычно. Кроме того, процессор еще, кроме того, чтобы выполнять ваш код, он еще занимается всякими системными задачами. И системные всякие задачи могут тоже прилично потреблять CPU. Такие случаи есть. Благо, например, в Linux вы можете это легко отличить в системное время от пользовательского. Это тоже нужно обращать внимание, когда вы занимаетесь оптимизацией. Но самое плохое, что процессор может иногда не делать полезную работу. И при этом, как бы, он закончился. Это происходит из-за того, что процессор может ожидать чего-то. Ну, первое, что он может ожидать, это, например, того же доступа в память. И это очень сложно измеримая штука, на самом деле. Потому что процессор современный, да, он может делать сотни миллионов операций в секунду. Но поход в память, он занимает, там, 300-500 циклов, да. И это в разы больше, чем сложение. Это в сотни раз больше, чем сложение. И вы, может, вроде как бы написали эффективный очень алгоритм. Он очень классно работает, но так как он работает много с памятью и очень неэффективно, например, то у вас, как бы, все, все, вы уперлись. Вы не понимаете, как так? У меня процессор, там, 3 ГГц, что-то с дела. Почему так мало, да? Кроме того, что наиболее часто встречается, когда вы берете какие-то, особенно, сторонние классные библиотеки и продукты, да, то очень часто вы напарываетесь на то, что процессор просто не делает, он ждет некой блокировки, да. Вы наверняка уже, там, слышали про семафоры, про всякое такое. Там, в Java, вот вы можете просто сделать синхронайз в ненужном месте, да. И получится так, что у вас приходят два запроса. Один взял синхронайз, заблокировал, вошел в критическую секцию. Второй поток ждет. И вы смотрите, у вас, как бы, ничего не происходит, на самом деле, а CPU весь, все же, да. Это очень часто происходит, и тут, вот, есть, например, такие даже языки программирования, такие фреймворки, которые, в принципе, обрабатывают запросы пользователя только в одном потоке, потому что у них существует глобальная синхронайз, да. Соответственно, у вас 24-ядерный процессор современный, который может делать много полезной работы, а работает на нем только одно ядро. Это большая проблема. Дальше, следующий момент. Что вы можете еще увидеть неприятного, когда вы посмотрите на CPU? Вы посмотрите, у вас 24 ядра, вот, а работает только одно. Что за дела, да. У меня же еще там целых 23, да. Это тоже один из методов оптимизации, потому что если приложение не готово к работе на многоядерном процессоре, то, как бы, надо что-то с этим делать, нужно заниматься распоролением, заниматься многопоточностью, да. То есть, что каждый запрос, грубо говоря, должен обслуживаться своим потоком, да. Они должны всегда быть все ядра заняты, когда вы получите максимальную производительность. Это, наверное, такая одна из самых, с одной стороны, вроде бы простых штук, с другой стороны, очень сложных, потому что работа с многопоточностью всегда связана с кучей проблем с синхронизацией доступа между потоками. Это всегда довольно сложно, но, к сожалению, в современном мире без этого никак, потому что гигагерцы, как вы видели в процессорах, уже не растут давно практически. Растет количество ядер, поэтому мы вынуждены потратить время на то, чтобы эту тему изучить, так сказать, плотненько. Без этого уже никуда. Вот. Диски. Ну, с дисками понятно, что заканчивается объем, данные у нас там пользователи пишут, сообщения там, все, объем заканчивается. Тут ничего, наверное, не поделаешь так просто, да, ну, диски, к сожалению, конечно, выходят большего размера, раз там в 2-3 года, но не так быстро, как хотелось бы. Кроме того, вы иногда можете, опять же, упереться в такую проблему, что вроде у вас CPU-то ничего полезного не делает, и вроде бы, как бы, вам бы еще что-нибудь полезного сделать, но когда вы смотрите на загруженность, вы видите, опять же, те же самые 100%. Опять же, в том же Линуксе, слава богу, вы можете легко отличить так называемую нагрузку, которая называется EOA, да, это время, которое потратил процессор в ожидании, пока он прочитает что-нибудь с диска, потому что диск это одно из самых узких мест в системах хранения данных. Вот, например, скорость доступа к диску, да, время, за которое вы можете прочитать данные с диска. Вот если из памяти это примерно там 100-200 наносекунд, то с обычного диска, не SSD, а вот обычного старого доброго жесткого диска, это примерно 10 миллисекунд, да, то есть вы можете всего лишь 100 раз прочитать с диска, там 10 миллионов раз, а здесь 100 раз. Вот представьте себе разрыв, ну просто громадный. С SSD сейчас, конечно, все немножко проще, там где-то на 2 порядка это все быстрее происходит, но тем не менее эта система хранения данных остается самым узким местом. Кроме того, что у вас есть время, да, доступа, и у вас CPU просто тупо может ждать и ничего не делать в это время, у вас еще есть принципа какая-то пропускная способность, да. Даже если вы читаете с диска вот все подряд, и это максимально быстро, он не может отдать вам бесконечно много, да. Все равно есть некий предел, сколько байтов в секунду, мегабайтов он может отдать. Ну, например, 100 мегабайт в секунду, да, вы можете прочитать с диска, с HDD. Это очень классно. Если вы читаете вот все подряд, это супер. Если вы читаете не подряд, а в разных местах, то на каждое чтение вы затратите 10 миллисекунд как минимум. На SSD, в принципе, такая же ситуация. Опять же, порядки цифр, конечно же, другие, но в любом случае это тот ресурс, в который вы очень часто упираетесь. Просто-напросто с диска нельзя прочитать больше. Сеть. Сеть в распределенных системах играет очень важную роль. Очень много походов по сети. И на самом деле сеть довольно быстрая. Вот кто знает, сколько занимает поход по сети внутри дата-центра. Есть идеи? Нет? В общем, эти вещи вот на будущее. В принципе, если кому-то интересны распределенные системы, если этих цифр не знать, то очень сложно вообще анализировать хоть что-то. Ну, понятно, сейчас им это не надо, но на будущее это реально очень важно. Поход по сети, казалось бы, это сложная штука. Там, блин, там волны бегут по проводам, да, там куча оборудования, какие-то маршрутизаторы, там свечи, все это. На самом деле поход по сети в рамках одного дата-центра занимает меньше миллисекунды. Представьте, с диска локального, который у вас на сервере вот здесь стоит, 10 миллисекунд, а по сети сходить миллисекунды, это в 10 раз дешевле. Супер. Кроме того, трафик, да. Вы в него, конечно же, можете тоже упираться. Потому что, ну, раньше как что, у нас было 100 мегабит карточки, потом появились гигабитные карточки. Сейчас десятки, да, можно спокойно поставить 10-гигабитную карточку, она уже стоит не так дорого. Можно поставить их много, можно поставить их там 4, 8 и получить, ну, сильно больше, чем может вам предоставить обычный диск. Даже сильно больше, чем SSD. Количество пакетов тоже одна из вещей, в которые можно упереться, да. СТО оборудование, плюс сама сетевая карта в компьютере, в сервере, да, плюс сетевой стек в Linux, он тоже не резиновый, да. В очень нагруженных серверах, таких как, например, не знаю, раздача там видео, там картинок или еще что-то, которые обслуживают много трафика, вы можете даже в это упереться. Но это достаточно большие цифры, если вы это уперетесь, вам классно, вам еще повезло, у вас крутой проект, у вас все прет. Я уверен, что вы сможете это решить. Основной принцип оптимизации, кроме вот тех очевидных вещей, когда там, ну, вы взяли, подтюнили алгоритмы, еще что-то. Есть некоторые основные принципы, да, когда вы что-то торгуете за что-то. Это вообще практически во всем так, конечно, но в оптимизациях вот конкретные примеры, да. Вы можете, если у вас, например, есть проблемы с процессором, вы можете их выиграть за счет большего потребления памяти, да. Ну, как это происходит? Вы берете какие-то более эффективные структуры данных. Ну, например, у вас был какой-то там список, и вам нужно было его часто сортировать, да, чтобы что-то там найти. Давайте его отсортируем тремя разными способами, сложим его готовым, и он будет лежать у нас уже сортированный. Ну, классно же. Не надо тратить процессор для того, чтобы его сортировать. Ну, хранить надо теперь уже там не один список, а три, да. Мы потратили память, но зато сэкономили процессор. И в обратную сторону то же самое работает. У вас есть проблемы с памятью? Давайте как-нибудь, может быть, придумаем какую-нибудь структуру данных, которая будет, ну, с точки зрения процессора менее эффективная, но зато мы данные как-нибудь ужмем покомпактнее. Ну, например, сжатие. Сжатие — это хороший пример. То же самое с дисковыми операциями. Дисковые операции можно выторговать за памятью, да. Как это происходит? Это за вас делает, благо, даже операционка. Если у вас очень много памяти, да, и у вас есть диск, вы с диска часто читаете, например, операционка будет кэшировать страницы с диска в памяти. Если вы 10 раз прочитаете одну и ту же страницу, то, по сути, ну, подряд, да, то, по сути, только первое чтение придется на диск. Так как диск у нас сильно медленнее, в десятки, там, тысяч раз медленнее, чем память, это, ну, просто очень круто. Вы сэкономите бешеное количество ресурсов дисковых, да, с точки зрения операций. Но потратите память, да, эта память будет занята теперь под кэш. Процессор можно точно так же променять на объем на диске. В принципе, за счет того же сжатия. Чем более, ну, то есть, есть разные алгоритмы сжатия. Есть те, которые, например, сжимают очень быстро, но не совсем эффективно. Можно выбрать, например, алгоритм сжатия, который будет сжимать чуть более эффективно, но пожрет больше процессора. Можно вообще не сжимать, соответственно, объем данных будет в два раза больше. Если у вас есть свободные процессорные ресурсы, сжимаете данные, выигрываете место на диске. Это тоже очень классно. Еще один способ оптимизации, достаточно общий, он относится как к задачам таких распределенных системах, так и, в принципе, когда вы какие-то алгоритмы пишете, да, это, так сказать, торговля между задержкой и пропускной способностью. Эти две штуки, они всегда лежат на разных чашах весов. Вы можете, например, обрабатывать запросы не по одному, а пачками по 100, да, и построить алгоритм такой, что он будет более эффективно работать именно с пачкой по 100 штук, да. Но при этом я же хочу, чтобы у меня быстро каждый запрос обрабатывался. Я сделал запрос и жду ответа, да, а мне нужно подождать, пока все 100 обрабатываются теперь, да. Соответственно, для меня, для клиента, который ждет выполнения запроса, время стало сильно выше, потому что теперь, ну, мы ждем, пока целая пачка обработается, да. Но с точки зрения системы, да, вы вот эту пропускную задержку, да, вы ее, как бы, показатели тут ухудшили, но зато сильно выиграли пропускную способность. И это относится практически ко всем, даже к тем ресурсам, про которые я говорил. Например, диск, да. Вот представьте себе, вы хотите писать постоянно что-то на диск. Вот приходит сообщение, вы его написали на диск. Приходит сообщение, записали на диск. Если вы будете писать каждый раз, то вы сможете записать 100 раз в секунду. А если вы будете писать не каждый раз, а каждые, например, 100 сообщений накапливать, потом записывать, вы можете записать сильно больше, но при этом, да, вы потеряете некую другую характеристику, да, вы ждете, пока сообщение попадет на диск, и оно попадет только тогда, когда еще 99 сообщений приедут, и все пачкой сохранятся, да. Но это на самом деле используется повсеместно, абсолютно во всех местах. Да. Ну, вот мы пооптимизировали, пооптимизировали. Да не вы оптимизировали. Дальше. Первое, с чего мы начинаем, там, и раньше начинали, и до сих пор, это вертикальное масштабирование. Что такое вертикальное масштабирование? Определение говорит, что это увеличение пропускной способности конкретного узла. Ну, то есть, на самом деле, оптимизация, это тоже, в принципе, вертикальное масштабирование в каком-то смысле. Вы же увеличили производительность, да, только за счет оптимизации. Ну, не всегда оптимизация помогает. Можно наращивать. Наращивать мощу, ставить больше памяти, да. Вот мы уже сказали, что можно воткнуть терабайт памяти, можно и больше воткнуть. И ядер можно натыкать, да. Можно много процессоров поставить в машину, она будет очень мощная. Дисков можно напихать очень много. Там вот у нас, например, используются четырехъюнитовые платформы. Это вот такой сервер, где-то такой высоты, такой же, такой вот, да. В него влезает 36 дисков. Можно в одну такую тачку, вот, ну, 36 дисков. Классно. Есть другие решения, например, да, это когда вы ставите сервер, а к нему ставите целую стойку с дисками, там, подключается, да. Там 60-90 дисков. Есть, например, решение, так называемый, страджа, да, как это, не знаю, да, ну, страджа. Да, это на самом деле большой ящик, да, который закрытый для вас. Там стоит сервер, куча дисков. Он, например, подключается к каким-то там оптоволокном к вашему серверу, и он, как бы, очень быстрый и классный. Что там внутри, вы, в принципе, даже особо и не знаете. Для вас это выглядит, как система хранения данных, которая каким-то образом умеет писать на кучу дисков одновременно, одновременно читать в кучу дисков. Это дорогое решение достаточно, но производительное. Вы можете таким образом поднять свой и объем, и количество операций, которые можете обслужить, там, десятки раз, да. Но с этим тоже все не так просто, естественно. Сеть, ну, сетью я говорил, да. Можно воткнуть кучу интерфейсов в одну машину. Не одну сетевую карточку, можно воткнуть их много, и получить достаточно большую пропускную способность. Тут, как бы, все просто. Плюс всего этого, что не надо программировать. Как бы, это, конечно, грустно для нас, если мы программисты, мы бы хотели покотить что-нибудь, да, и сделать чем-нибудь классное, а тут можно обойтись без этого. На самом деле это очень важно, потому что если вы можете справиться этим, да, вертикальным масштабированием, не надо изобретать сложные системы, нужно брать и доставлять память и всего остального, там, дисков, да. Это, на самом деле, рабочий вполне себе способ, потому что... А? К этому мы сейчас вернемся. Да, это, на самом деле, может быть куча денежек, может быть и нет. Вот. Потому что работа программиста — это тоже куча денежек. И это куча сложного софта, который ломается, его нужно обслуживать, поддерживать, да. Если у вас есть там база данных, которая работала, вера и правды, служила вам пять лет, и тут вы понимаете, что, ну, оно уперлось там во что-то, ну, надо дисков побольше поставить. Ну, купите сторож, да, пускай даже он будет, может быть, стоить там 20 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч, но вы сэкономите год работы программиста, а потом еще пять лет поддержки, да, этим программистам. И, скорее всего, это все еще будет ломаться. Это все иногда, к сожалению, не очень просто. Зависит от ваших требований надежности. Собственно говоря, да, основной недостаток, вы абсолютно правы, это цена. Со временем вот этот эффект, который вы получаете при затраченных деньгах, он становится меньше и меньше и меньше. Ну, то есть, если у вас было 128 гигабайт памяти, поставить 256 – это одни деньги, поставить 512 – это уже не в два раза больше, поставить терабайт – это тоже не в два раза больше. Вы сами знаете, как с дисками происходит, да, если кто-то себе собирал дома компьютер, вы прекрасно знаете, что сейчас на рынке, например, есть там, не знаю, 8-терабайтные диски, да, они, у них есть нормальное соотношение цена-объем. 10-терабайтные тоже есть в доступности, но он как бы всего лишь на 25% больше в объеме, а становится в два раза дороже, да. Так происходит всегда, совсем оборудованием так. Есть какой-то предел, до которого можно эффективно расширять, да, наращивать оборудование, дальше это становится уже слишком дорого. Кроме того, чем больше у вас вот этот вот, там, сторож или сервер, или еще что-то, тем больше у вас эффект, когда он упадет, сгорит, все что угодно, да, потому что его замена, его, там, ремонт или просто эффект на ваш бизнес может оказаться, в общем-то, плачевным, да. Вот у нас недавно, например, были проблемы как раз с таким сториджем, у нас их мало осталось, слава богу, но была недавно проблема, да, попортилась файловая система, и ты ничего не можешь сделать. Вот у тебя стоит ящик, да, на нем файловая система попорченная, с которой даже нельзя файл скопировать. Все, ну, это реальная проблема. Но самое поганое, что не все так можно масштабировать, потому что приложение к этому не готово. Если у вас приложение не готово к тому, что вы еще что-то воткнете в компьютер 100 ядер, да, вы можете втыкать сколько угодно, оно не будет работать. Вот, я приводил пример, если приложение работает на одном ядре, сколько не доставляет, да, ну, одно ядро это крайний случай, но большинство приложений, они просто не будут эффективно, возможно, работать, если у вас будет 100 или 200 ядер, они не будут их использовать. У вас и операционная система, возможно, будет не готова к этому. Еще один пример, если, опять же, говорить про джау, нельзя просто взять и нарастить терабайт памяти. Это не работает, потому что, если возьмете джау-приложение, у него есть хип. В хипе куча создается объектов, эти объекты нужно собирать, этим занимается garbage collection, коллектор. Чем больше хип, тем сложнее собирать, грубо говоря. И дальше какого-то предела, когда вы начнете добавлять память, garbage collector будет работать все дольше и дольше и дольше, и в конце концов, это начнет у вас занимать, я не знаю, минуту. Ну, никто же не хочет, наверное, чтобы пользовательские запросы минуту не обрабатывались, потому что вам нужно терабайт мусора собрать. Все. Не помогает это. И таких примеров тоже очень много. Других, там практически совсем есть. С дисками та же ситуация. Если у вас приложение может работать только с одним диском, ну, вы не можете ставить 10. Да, вы можете ставить там райды наставлять, но не факт, что это будет работать быстрее, к сожалению. Вы можете наставлять, сделать райдов, а производительность увеличится у вас там не как вы ожидали в два раза, а на 20%. Вот такие, собственно говоря, недостатки. Да, ну, еще раз. Если вы видите, что это можно еще пока что делать, и у вас есть запас, это хороший способ. Потому что у вас есть уже проверенный софт, который уже работает, и это всего лишь деньги, да. И это можно получить очень быстро. Поставил, купил, все, заработало. Если это так, то это очень классно. Ну, конечно, не всегда так. Теперь перейдем к самому интересному, собственно, горизонтальному масштабированию. Это уже, собственно, наша работа, программистов делать системы, которые умеют масштабироваться горизонтально. Что это означает? Это означает, по сути дела, сделать так, чтобы приложение работало не на одном теперь уже сервере, очень мощном. А вас нужно на 10, на 100, на 1000, но обычных, простых серверов, дешевых. Самое вот такое интересное, это понимать, что же масштабирование... А может быть, на перерыве делаем? А давайте сделаем перерывы, перед тем, как перейдем к горизонтальному масштабированию и к самому интересному. Точно, да. Отлично. Итак, горизонтальное масштабирование. Проще всего масштабируется горизонтально, то есть это увеличение количества копий, любое другое. Масштабируется, проще всего, система, в которой нет состояния. Почему я говорил, что состояние очень важно? Если состояния нету, то нет никакой зависимости. Вы можете выполнить операцию на одном сервере или на другом. Если там нет никакого состояния, вам без разницы, на какого выполнять. И это большой плюс. А тяжелее всего масштабируются те, где у вас состояние есть. И чем это состояние более, так сказать, важно и оно надежное должно быть, тем сложнее. В первую очередь это база данных. Ряд ли хуже всего масштабируется. Какие у нас есть варианты для горизонтального масштабирования? Ну, первое, очевидное, это взять и разделить по слоям. Вот у нас есть веб-сервер, есть сервер логики. Распилили на две части. Классно. Все. У нас теперь часть нагрузки на веб-серверах, часть на серверах логики. Очень просто, очень легко. Следующее, это разделение по некоторым функциям. Скажем, вы берете систему, делите ее на некоторую функциональность. Вот если посмотреть на наш пример приложения для мессенджинга, то мы можем понять, что можно вынести пользователей в отдельную базу данных, а сообщения хранить в отдельной. Все же супер, да? Точно так же мы можем сервера с бизнес-логикой изнести. Вынести какие-то сервера, которые будут заниматься исключительно авторизацией пользователя, да, предоставить информацию о пользователе. И, собственно говоря, сервер, на котором будет какая-то логика, которая будет заниматься сохранением сообщений, чтением сообщений. Тут, опять же, звездочки — это, так сказать, сложность, да? Так как сервера с бизнес-логикой, они будут у вас без состояния, то их очень легко попилить на части. В базе данных уже сильно все сложнее. Почему? Будем дальше смотреть. Но принцип такой. В базе данных любые целодвижения по любому масштабированию они всегда сопряжены со сложностями. В очень редких случаях это не так, когда нет никакой взаимосвязи между системами. То есть если у вас база данных, которые вообще прям проразные и вообще никак не пересекаются, ну тогда это так же легко практически, как и со стейтлс-серверами. Следующий, еще более сложный способ масштабирования — это разделение по партициям, шардирование. Мы называем себя партицией, кто-то называет шардирование. Смысл его в чем? Вот у вас есть такая вот типичная архитектура. Мы можем что сделать? Смотрим такие вот, у нас что-то сервер сообщений, там перегружен, много запросов, там CPU туда-сюда. Поставили еще один. И направили часть запросов на него. По какому принципу? Ну, например, четные ID пользователи мы направляем на один сервер, нечетные на другой. Все классно. Так как нет никакого состояния, так как они никак не пересекаются, это сделать вообще легко. Все, что нужно сделать — это на веб-сервере посмотреть четные, нечетные ID и направить на нужный сервер. То же самое можем проделать, например, с веб-серверами, по большому счету. Это уже чуть сложнее. Почему сложнее? Потому что нам нужно пользователей с четными ID каким-то образом направить на один сервер, а не с четными на другой. И это уже не под нашим контролем. Само приложение уже этого сделать не может. Браузер тоже не знает, что он мне как-то нужен. Если у вас какой-то толстый клиент, ну, конечно, можно как-то извращаться. Нужно сделать два доменных имени или два IP-адреса. Одних направлять в одно место, в другое. Сложнее. Можно поставить балансировщик какой-нибудь, когда запросы пользователей будут приходить на балансировщик. Балансировщик будет смотреть, ага, это такой-то ID пользователь, этого мы направим сюда, этого мы направим сюда. В принципе, есть варианты, но это уже сложнее. Ну и как оно должно было бы быть? В принципе, базы данных все еще сильно-сильно сложнее. Когда мы можем взять пользователей с четными ID положить в одну базу, да, с нечетными в другую. Вроде бы ничего сложного, но на самом деле. Дальше мы посмотрим, насколько это все сложно. И последний вариант заключается просто в банальном увеличении количества реплик, которые делают абсолютно то же самое. Это, на самом деле, не только для масштабирования делается с точки зрения нехватки ресурсов, в том числе и для отказоустойчивости, но по этому будем тоже чуть позднее говорить. Какие варианты? Ну, взяли из серверов сообщений, доставили кучу, и теперь просто случайным образом отправляем запрос на любой из них. Тут все просто, опять же, можем выполнять команду на любом. С веб-серверами, в принципе, сложнее, опять же, но тоже решаемо. Можем пользователя отправлять на любой веб-сервер случайным образом, да. Но так как у нас, если у нас есть состояние на веб-сервере, то это сложнее, потому что, как я говорил, должна быть пользовательская сессия, которая должна как-то перетекать. Можно, например, в момент установки соединения, да, только при первом запросе пользователя привязать к какому-то серверу. Так как у вас их много, да, часть привязывается к одному, часть привязывается к другому, да, и он будет работать с одним сервером. Статистически они примерно одинаковым образом распределятся. С базой данных тоже все это решаемо, тоже можно поставить кучу реплик базы данных, кучу копий, но это намного-намного сложнее. Почему все так сложно, особенно с базами данных? Вообще вся причина в отказах. В распределённых системах, чем сложнее система, тем больше отказов. И все отказы нужно по большому счёту предусмотреть, потому что часть из них просто приведёт к тому, что вы не сможете корректно показать пользователь страничку, там, подложить его запрос. В худшем случае вы можете просто потерять данные пользователя совсем наглухо. Вот посмотрим на типичный пример. Есть клиент, он идёт на сервер, сервер идёт на диск, бах, диск умер. В этом случае и сервер тоже у вас умер, по большому счёту, потому что там диск стоял, сервер тоже не может обслуживать запросы, потому что диска нет. Может что ещё произойти? Может ещё произойти обрыв соединения, когда клиент в принципе не дошёл до сервера. Может быть ещё хуже ситуация, когда всё вроде бы работает, но клиент не получил ответ. И этих вариантов, как видите, даже в такой простой архитектуре, их целая гора. Отказами нужно бороться, без этого вообще никак. Если у вас больше, чем один компонент в системе, отказы будут, к ним нужно быть готовыми. И бороться с ними приходится, в принципе, с помощью избыточности. Ну понятно, если у вас просто сдох диск, то избыточность ваша может заключаться в том, что у вас там есть два диска, и вы просто-напросто держите там реплику. Есть вариант бороться с помощью избыточности информации. Это то, что делает, например, не только в серверах, то, что делает RAID, если кто-то знает. RAID — это возможность объединить несколько дисков, например, поставить зеркально. Таким образом, вы будете хранить две копии данных, и одну вы можете потерять, а потом с нее установить обратно. Вот один из вариантов. Есть более сложные, не зеркало, например, а более сложные способы кодирования. Есть также варианты использовать какие-то коды коррекции. Если, например, у вас могут происходить некие ошибки при передаче данных. Вы сопровождаете свои данные некоторой избыточностью, которые позволяют вам эти данные восстановить. Или как минимум хотя бы обнаружить эту ошибку. Но для нас самое интересное — это избыточность запросов. Что это означает? Вот вы сделали какой-то запрос в системе, система не ответила. Но мы-то хотим обслужить запрос, мы-то хотим, чтобы пользователь получил удовлетворительный результат. У нас там куча оборудования, мы там замасштабировали все. Можем по большому счету делать повторную попытку. Если она удастся, то все классно. Посмотрим на вот такой пример. Политель посылает сообщение. Сообщение приходит на сервер сообщений, потом оно записывается куда-то в базу. Сервер сообщений не получил ответ от базы данных. Подождал там минуту, хоп, тайм-аут сработал, ответа нет. Соответственно, и пользователь тоже не получил ответ. Ну или получил ошибку. На самом деле не важно. Важно то, что мы не знаем, а сообщение в базе есть или нет. Как понять, мы же не знаем. Она нам не ответила до того, как она записала на диск сообщение. Или она не ответила после того, как она записала сообщение на диск. И это вот пример той вот реальности, с которой мы сталкиваемся постоянно. Потому что любой отказ, он на самом деле приводит к вот этой вот неопределенности. Потому что вы не знаете, действие это свершилось или нет. И они все отказы к этому приводят. Абсолютно все. Что делать-то в этом случае? Вот хорошая фраза из слайда моего коллеги. Оставаться нельзя повторить. Где расставить запятую? С одной стороны, мы можем не повторять запрос и рассчитывать на то, что там сообщение есть. Ну, если нет, значит не доставлено. С другой стороны, мы можем повторять. Сделать еще одну попытку. Но в этом случае что может получиться? Что будет два раза сообщение. Ну, вы же не хотите, чтобы у вас там, из-за того, что где-то там какой-то небольшой влюк, что-то там дернулось или какой-то сервер там остановился, чтобы вы получили от своего друга уже два сообщения. А может и три. Зависит от того, сколько попыток было. А может и десять. Это большая проблема. Она еще на английском другими словами называется гарантия доставки, которая бывает двух видов. Most once, at least once. То есть, либо как минимум один раз, либо максимум один раз. То есть, ноль, либо один. По-другому не бывает. Нельзя доставить сообщение ровно один раз. И все, с этим нужно смириться, и с этим нужно жить. И все системы нужно строить, исходя из этого принципа. Что вы никогда не будете иметь гарантии доставки ровно один раз. Тут такой немножко теоретический слайд. Есть такая вещь, как депатентные операции. На самом деле, это операции, которые можно повторить бесконечное количество раз. Что они нам дают? Если операция депатентная, то мы ее можем повторять до бесконечности. Понятно, где расставить запятую. Мы сколько бы ее раз не применяли, она должна на выходе дать один и тот же результат. Для примера, из математики понятно. Прибавлять ноль, можно сколько угодно раз, вы получите один и тот же результат. Умножать на один можно сколько угодно раз. С точки зрения программирования, чтение обычно из базы данных, это депатентная операция. Она не меняет состояние базы, можно читать сколько угодно раз, ничего не поменяется. Но нас, конечно, интересует в первую очередь запись. С точки зрения языков программирования, алгоритмов, уникальный сет, например, чисел, строк, неважно, и добавление в него, это тоже депатентная операция. Вы можете добавлять сет сколько угодно раз, число 10, оно там будет ровно один раз, и ничего не изменится. Такие операции можно повторять много-много раз, пока вы не получите успешный ответ. И теперь на нашем примере рассмотрим такой один из трюков, который используем мы и многие другие для того, чтобы решить как раз проблемы вот этой вот доставки, сделать операцию депатентной. Например, на доставку сообщений. Как это можно сделать? Представьте, у вас есть клиентское приложение, андроиде, оно идет на сервер. Говорит, слушай, я сейчас буду писать сообщение, дай мне какой-то уникальный идентификат. Он говорит, хорошо, 125. Потом клиент идет на сервер, говорит, я посылаю сообщение Васе с номером 125 и с таким-то текстом. Что делает сервер сообщений? Он идет в базу данных, спрашивает, у тебя есть сообщение номер 125? Он говорит, нет, нет. Если есть, то он просто возвращает результат, что сообщение уже существует, и мы считаем, что мы его отослали. Если нет, записываем новое сообщение и точно так же возвращаем окей, и как бы все, говорим пользователю сообщение толстно. Плюс этой штуки в том, что вы можете ее повторить сколько угодно раз. Пока клиент, непосредственно ваше клиентское приложение, например, на андроиде, не увидит положительный ответ от сервера. И у вас не будет дубликатов сообщений, потому что вы всегда проверяете по некому уникальному идентификатору, который был выписан ровно один раз, и клиент про него знает, вы по нему проверите, есть ли сообщение, и это гарантирует вам, что не будет дубликатов. И вот эта вся схема, она является идемпатентной операцией. Ее можно повторять. И это очень важно. Если делать без этого, то мы получим ситуацию с дублированием сообщений вообще неминуемо. У нас когда-то на заре было так, да, потому что когда у вас тонкий клиент, это довольно сложно сделать. Вам нужно с JavaScript пойти, выписать сюда, никто не хотел с этим мучиться, ну, как бы была просто кнопочка и послать. Автоматического повтора клиент никакого не делал, но, видимо, это поведение браузеров, я не знаю, но на серверах мы видели, что часто пролетают у тебя двойные запросы. Может быть, конечно, и пользователи ухитрялись за секунду, там, за полную секунду нажать два раза на кнопку, не знаю. Но, тем не менее, сообщения одинаковые два раза пролетали. Что мы делали? Простой хак, без этого всего мы просто проверяли, а было ли там несколько секунд назад сообщение с таким же текстом. Если было, то мы его не записывали. Тоже в каком-то смысле демпатентная операция, но сделано немножко криво, да. Сейчас мы делаем вот как-то так. Вот эту всю штуку, про которую я рассказал, и очень легко сделать, когда у вас есть религационная база данных. Что нам дает религационная база данных? Кто-то помнит про ACID? Что это такое? Так, вот, два человека есть, отлично. Ого, целая гора народа, вообще супер. У вас недавно, наверное, курс по базам данных был, да? Ну, в теории, да, в теории это таких четыре основных столпа, да. Это атомарность. Вот кто помнит, значит, может сказать, что такое атомарность? Ну, что такое атомарность? Выполнится все, либо не выполнится ни одна из двух раз. Да, абсолютно правильно. Атомарность дает нам гарантию, что если мы пишем, например, две записи какие-то в рамках одной транзакции, то либо обе записи будут записаны, либо ни одна не будет записана. Это позволяет нам вносить изменения в разные таблицы, например, да, и быть уверенными в том, что все будет применено четко. Какой пример, да? Я написал сообщение, я хочу записать сообщение и где-то увеличить счетчик сообщений, да. Эту операцию можно выполнить в одной транзакции, и тогда либо и сообщение, и счетчик накрутятся, либо ничего не применится. Это очень классно и очень удобно. Если бы этого не было бы, были бы неминуемы расхождения между данными в разных таблицах. На самом деле все остальное уже не так важно для нас сейчас, да, там согласованность, изолированность, хотя изолированность тоже на самом деле важна, важна вот по какой причине. Когда несколько человек хотят изменить одни и те же данные, да, ну, тот же счетчик сообщений. Один написал, другой написал. Мы хотим, оба хотят изменить. Если оба будут делаться одновременно, то будет не очень хорошо, да. Нужно, чтобы они это делали каким-то образом как-то последовательно и друг другу не мешали, и была бы гарантия, что не возникнет конфликтов. Один из способов, как добиваются изолированности, это пессимистичные блокировки. Что это такое? Ну, вы можете взять, залочить какие-то данные, грубо говоря, таким образом, что никто другой их поменять не может, и это дает вам гарантию того, что вы их можете прочитать, что-то с ними сделать и записать. Это очень тоже важная штука. В общем, Ацит, это прям вообще очень классно, потому что Ацит позволяет там делать много суперских вещей, довольно просто, на уровне программирования особо не заботятся там вот обо всех вот этих вещах, потому что это за вас делает база данных. Так, вкратце. Вот, порассмотрим как раз пример, да, типичного такого шаблона программирования, который используем и мы, и другие, наверное, я уверен, разработчики в разных системах, который называется Read, Modify, Write, да. Ну, то есть, что это означает? Прочитали данные, да, например, прочитали счетчик сообщений, данные о счетчике, о пользователе, да, где хранится этот счетчик, они стали заблокированы, да, мы их заблокировали. Потом мы выполняем ту самую операцию, да, читаем сообщение по ID, проверяем, есть ли у нас сообщение или нет сообщения. Смотрим, да, сообщение существует, ничего не делаем. Если сообщение не существует, мы его записываем в табличку сообщений, да, получаем положительный ответ, увеличиваем счетчик на 1, да, то есть берем старое значение, прибавляем 1, записываем в базу данных. Все отлично, да, все закончилось. Так как мы сделали блокировку, то у нас есть, и это все происходит в рамках транзакции, то есть гарантия, что никто в середину не влезет, и этот счетчик не изменит. Почему это важно? Потому что мы прочитали оттуда 4, хотим записать 5. Если кто-то посередине уже записал 5, то мы перепишем его 5 теркой, а должно-то было быть 6, да, это, да, ну, в общем, собственно, да. Это очень важная штука, и она сильно упрощает, в принципе, программирование. Поэтому, чтобы ее не лишаться, если у вас есть какие-то проблемы с реляционной базой данных, то в первую очередь нужно заняться оптимизацией. Не надо сразу брать модные системы там, которые там хластерные, распределенные со всеми штуками. В первую очередь нужно попробовать пооптимизировать базу данных, потому что ACID — это реально большое спасение. Без него все становится намного-намного сложнее. Основные способы оптимизации, они достаточно, на самом деле, простые. Ну, в первую очередь, все ваши операции, которые вы делаете там на чтение, как часто делаете, они должны выполняться по индексу. Строго по индексу, да, потому что, как мы говорили, самое дорогое в базе данных — это диск, дисковые операции. Если операция не по диску, не по индексу, да, то в базе данных нужно прочитать очень много данных и отфильтровать. Если чтение происходит по индексу, ей не нужно читать все, у нее есть заранее подготовленная структура с сортированными ключами в том порядке, в котором вы хотите листовать. И это сильно проще для базы данных. Кроме того, транзакции со всеми вот этими блокировками, со всеми делами — это очень классно. Но если у вас много запросов, и они меняют одни и те же данные, часто затрагивают, то они неминуемо будут друг на друга натыкаться. Одна транзакция будет ждать другую, и за счет этого у вас вырастет время ответа, пропускная способность понизится. Поэтому транзакции нужно делать максимально короткими. Нельзя взять, открыть транзакцию, пойти куда-нибудь по HTTP сделать запрос, внешнюю систему, походить, что-то подумать, и через 10 секунд сказать, ну все, коммит, я закончил с транзакцией. Нет, транзакции нужно сделать короткими. Еще один интересный способ, уже не совсем тривиальный, — это денормализация данных. Обычно, когда я учился, говорили, вот, есть там первая нормальная форма, вторая, третья, да, учили нас проектировать классную базу данных для того, чтобы все было нормализовано. Это что значит? На самом деле значит, что у вас нет никакой избыточности, например, в данных, да. Но сильно нормализованные и красивые структуры иногда очень неэффективны с точки зрения работы приложения. Иногда нужно пожертвовать красотой, может быть, объемом данных, но зато построить структуры в базе данных такие, которые позволят им очень быстро с ними работать, потому что чтение, да, от этого очень сильно будет зависеть. Ну, кроме того, не надо на базах данных воротить кучу логики в строительных процедурах и всего остального, потому что это CPU, да, если на базе данных у вас закончился CPU, это совсем уже обидно. Ну, и мы, например, не используем всякие форенки, да, по причине, опять же, дополнительных нагрузок на базу данных, которые можно решить, на самом деле, средствами приложения более эффективно иногда. Ну, вот вы пооптимизировали, пооптимизировали, да, дошли до самого сложного способа, это денормализация. Ну, может, не самого сложного, не знаю, ну, не самого неочевидного. Вот, давайте посмотрим на наш пример. Есть переписка, Вася написал там, Петя, привет, Петя ответил, да. В нормальной форме мы бы сделали так, у нас есть поле автор, у нас есть адресат, да, каждое сообщение хранится ровно один раз. Вася написал, Петя, в такое-то время, в такой-то текст, все классно. Теперь представьте себе, у вас есть задача. Заходит Вася, говорит, слушайте, ну, покажите мне все мои сообщения, пожалуйста. И входящие, и выходящие. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно показать все сообщения, где Вася является автором, и все сообщения, которые являются адресатом. То есть нужно сделать два запроса. Мало того, один из них будет, можно сделать так, чтобы он был совсем эффективный, но два нельзя, второй будет чуть-чуть менее эффективный. Кроме того, эти данные нужно смешать. А если, приложение же не может там все сообщения, да, достать. Приложение может сказать, дай мне, например, 100 последних сообщений. А вы же не знаете, какое там время, да, вот эти 100, как их смешать. Вам нужно вычитать 100, где он автор, 100, где он адресат, смешать, получить 200 и 100 выкинуть. Таким образом, вы сделали два запроса, прочитали в два раза больше данных, потратили время на сортировку, выкинули. Наверное, что-то можно улучшить. Да, вот два индекса, которые сюда. Это я забыл сказать, но ладно. Да. Можно сделать так. Можно каждое сообщение сохранить два раза. То есть, когда Вася пишет Пете, мы запишем его один раз как исходящее сообщение, а второй раз как входящее сообщение. И, соответственно, наоборот, когда Пете ответил, мы тоже записали как исходящее и как входящее. В этом случае нам нужен ровно один индекс по владельцу и, собственно говоря, по времени сообщения. Причем этот индекс может быть очень эффективно построен в базе данных, он может быть кластерный индекс. И это будет максимально быстро. Да, вы потеряли в объеме в два раза. Но объем для, опять же, современного, например, диска, если говорить о больших обычных ротейшнл дисках, ну, 8-10 терабайт вы можете поставить диск. Это много. А вот 100 запросов в секунду – это очень мало. А так вы можете очень сильно сэкономить. Поэтому все, в принципе, большие интернет-проекты прибегают таким техникам. Ненормализация, увеличение объемов данных. И мы это выторговываем, за счет этого выторговываем в другие ресурсы, такие как диск или ЦПУ. Теперь давайте посмотрим, как можно базу данных взять и поделить по функциям на какие-то части. Вот наш тот самый пример, когда у нас есть пользователь, у него хранится счетчик новых сообщений, и есть, собственно говоря, база данных с сообщениями. Если у нас все это лежит в одной базе данных, мы рассматривали этот пример, все очень просто. Создали, увеличили счетчик. Это все происходит на одной базе данных. Мы обе операции выполнили на одном и том же сервере. Сделали коммит. И Ацит гарантирует вам, что они оба либо применятся, либо не применятся. Все классно. Теперь представьте себе, вы их разделили на две базы данных, решили пооптимизировать. В принципе, вроде бы ничего сложного. Создали сообщения в одной базе данных, увеличили счетчик в другой базе данных, сделали коммит одной транзакции, сделали коммит другой транзакции. Казалось бы, в чем проблема? Ага, отказы. Любой коммит мог отказать. И причем отказать он мог, опять же, неизвестно как. Он счетчик увеличил на один уже, или еще не увеличил. И все, и повторить это нельзя. И вы проверить ничего не можете, потому что первая эта транзакция уже закоммитилась, сообщение есть. Если вы просто повторите эту операцию, она будет неадемпатентной, потому что вы придете, посмотрите, есть ли сообщение. Да, сообщение есть. Окей, счетчик не увеличиваем. Все. Пользователь не узнает, что у него новое сообщение. И вроде бы, как бы хочется же масштабировать, но это первое, с чем вы столкнетесь. Все. Атомарности нет. Атомарность потеряна. Теперь пример с шардированием. Вот, если мы сделали такую денормализацию, про которую я говорил, ну, тут как бы сам Бог велел поделить эти данные теперь пополам. Да, потому что я могу за один запрос достать все данные для меня, Владим может за один запрос достать все данные для него, они лежат как бы дублированы, ну, в двух вариантах, да. Соответственно, мы можем поделить их пополам. Мои положить на один сервер, его положить на другой сервер. Все, классно. Увеличили в два раза количество баз данных, нагрузка в два раза меньше, все супер. В одной базе данных, соответственно, мы бы сделали бы очень просто сходить в входящие, создать в исходящие, опять же. Это все на одном сервере, сделали коммит. Опять же, все хорошо. Атомарность. Разнесли на две базы данных, получили ту же самую ситуацию. Коммит отвалился во вторую базу данных. Что это опять означает? Получил, Вадим, сообщение? Не получил. Черт его знает. Да, с этим можно как-то бороться. Но, тем не менее, эта проблема появилась, а раньше ее не было. И шардирование привело к этому. Некоторые говорят, что можно использовать XA. XA это такая классная штука, которая использует двухфазный коммит для того, чтобы атомарно сделать изменения в двух базах данных. Очень классная штука. И даже где-то, говорят, используется. Я ни разу не видел вживую. Почему? Магии не бывает. Проблема остается. Ее кто-то должен эту проблему решить. Причем, если вы решаете это на уровне программиста, то вы можете придумать всякие трюки с демпатентными операциями, с проверками. Если это за вас решает база данных в универсальном каким-то способом, то что-то намекает, что это будет сильно сложнее сделано, раз оно должно работать во всех случаях. И, наверное, у него будут недостатки. Как это происходит? Вот мы наделали изменения каких-то, и мы хотим теперь закоммитить. Мы говорим какому-то координатору магическому. Мы говорим, все, коммит. Он спрашивает у обеих баз данных. Ну, нормально, ты коммитить-то можешь? Одна говорит, да. Говорит, могу. Вторая говорит, могу. Отлично. Делаем коммит. Что происходит? Ну, как бы нормальная ситуация, коммит обломился. Задача координатора – довести коммит до конца. Рано или поздно он его доведет. Это, собственно, основа основ. Но что-то намекает, что здесь какой-то есть подвох. Во-первых, координатор же сам по себе может сдохнуть. И кто тогда доведет до конца? Ну да, предположим, это решаемое. Можно записать куда-то коммитлог, какие-то внешние устройства, еще как-то сделать. Поднять его, потом заменить сервер. Он посмотрит, у меня незакоммиченная транзакция, ее закоммитит. Ну, в принципе, решаемое. Возможно, через пару часов вы эту транзакцию закоммитите. Если у вас все хорошо настроено, возможно, даже это будут минуты. Но основная проблема в том, что все это время на сервере 2 у вас не висит незакоммиченная транзакция. Она в половинном состоянии, в подвешенном. У вас данные изменены, но они незакоммиченные. А это что означает? Если у вас там блокировка была, то ее и читать, возможно, даже никто не может. Повешь модифицировать это точно. И все. И у вас приложение просто остановилось. Потому что теперь, возможно, в BD2 вообще никто писать не может. Ну, возможно, часть пользователя. Это как повезет. В зависимости от того, какое было изменение. Если, например, это была транзакция, которая затронула много данных, например, или, не дай бог, это было создание индекса. Боюсь этого слова. То вообще беда. И это основная проблема вот этих всех систем. Ну, кроме того, это тупо медленно. Вот. Поэтому на самом деле на практике в продакшене это можно использовать только, ну, я не знаю, в системах, где действительно мало нагрузки, где можно себе это позволить, и где не важно, что у вас там будет долгое время зазолоченные какие-то данные. И тут мы переходим еще к одному теоретическому слайду. Кто слышал про кап-теорему? Ого, смотрите, какая модная хайповая тема. Все знают, блин. А, ну, базы данных были. Ну, да, действительно. Тогда не будем в подробности вдаваться, просто напомню ее существование. Для чего? Для того, чтобы еще раз напомнить, что чудес не бывает. Эти все проблемы, про которые мы говорили, они есть, они будут, и их нельзя так просто взять и решить. Да, все разом. И кап-теорема говорит о том, что, ну, как бы, ребята, либо у вас все будет консистентно, да, либо когда у вас отвалится связь между разными репликами, да, вы, у вас ничего не будет работать. В принципе, вот так, коротко, да. Но, в общем случае, все базы данных делятся, вернее, не то, чтобы они делятся, их пытаются отнести к одному из трех классов. ЦА, ЦП и АП, да, то есть, это те, которые выдерживают два из этих критериев, но никак не все три. Ну, на самом деле, многие из них с натяжкой можно отнести к двум, да, чаще скорее к одному, чем к двум. Но, да, не будем сейчас вникать в подробности, но суть так, и суть именно в том, что проблемы с отказами, они, их нельзя так просто взять и решить. Обычно мы жертвуем либо отказоустойчивостью, либо мы жертвуем консистентностью, да. Один из способов масштабирования, когда мы просто хотим увеличить количество реплик, не шардировать, да, а просто увеличить производительность базы данных, это схемы мастер-слейв. В чем их суть? Обычно мастер принимает запросы на запись, да, например, мы там пишем сообщение, потом мастер эти сообщения, там, эти изменения все передает каким-то образом слейву, слейв тоже о них узнает, и читать можно как с мастера, так и со слейва в этом случае, но писать только через мастера. Вроде бы классно, вы таким образом можете усиленно увеличить количество баз данных, которые у вас обслуживают запросы на чтение, которых обычно в разы больше, чем запросов на запись. Но что будет, если у вас отвалится мастер? Давайте посмотрим на да, это, кстати, неправильно было слово, синхрон, да, давайте посмотрим на вариант синхронной репликации и синхронной репликации между мастером и слейвом. Но дело в том, что данные между ними могут передаваться двумя способами. Один из них, вот синхронная репликация, заключается в том, что когда вы пишете данные на мастера, мастер пытается их сразу же записать на слейв. И если он уверен, что ему удается записать на слейв, и слейв ответил положительно, то мастер записывает эти данные к себе. Вроде бы классно, все супер, но что произойдет в этом случае, если слейв откажет по какой-то причине и не примет те самые изменения. Можете ли вы их записать на мастер в этом случае? Да. Где он тут был? Сейчас, пардон. Можете ли вы их записать на ма- стер. Мастер. Это не тот, это не тот слайд. Вот. Проблема в том, что если вы их запишите на мастер, то вы вроде бы как нарушили протокол работы всей системы, потому что она вам гарантирует, что у вас есть данные где-то на слейве, и вы не боитесь потерять, например, мастера. Вы можете его потерять, вы же знаете, что у вас данные на слейве. Но если слейв отказал, и репликация встала, и изменения на слейва не попали, то теперь у вас только одна реплика данных осталась. Наверное, нельзя писать на мастера. И тут как бы каждая база данных может, конечно же, по-своему решать. Кто-то может сказать, ну, не получилось на слейве писать, там, ошибочка где-нибудь там загорелась, кто-то пошел чинить, но данные при этом пишутся на мастера. Но у вас есть теперь риск, да, что вы эти данные можете потерять. Кроме того, если они не попали на слейва, может быть, еще и другая проблема. Может быть, просто сеть между мастером и слейвом оборвалась. Может, слейв-то живой и вполне себе обслуживать запросы. И в этом случае, если слейв просто не ответил, да, по причине какой-то сетевой проблемы, то с него будут читаться какие-то старые данные. И сколько они будут читаться, неизвестно, пока не починят сети, пока не починится репликация. И это большая проблема. Что с синхронной репликацией? Синхронная репликация работает по-другому. Вы пишете данные на мастер, мастер записывает их сначала к себе и потом пытается отослать их на слейв. Ну, классно. Теперь у вас нет проблем с тем, что у вас там слейв заткнулся и непонятно, что делать. Но по-прежнему данные на слейве, на слейв, если они не попали, то у вас не будет второй реплики. Если у вас возникло антпартиционирование, то есть, если у вас связь между мастером и слейвом оборвалась, то вы со слейва будете по-прежнему читать старые данные. Кроме того, есть риск потери мастера. Если вы потеряете мастера, а он уже вам ответил, что данные уже записаны, то есть шанс, что он до слейва не успеет их послать, потому что есть какая-то задержка. Он применил эти изменения, сказал, окей, вам ответил, на слейва данные не ушли, все, мастер упал, потеря данных, последние какие-то там транзакции, они просто безвозвратно потеряны. Таким образом, обе схемы не обладают недостатками. И это как раз то самое, что есть кап-теорема и все про это. Кроме того, с мастер-слейвом есть еще другие практические проблемы, связанные непосредственно с написанием кода. Вот смотрите, такой пример. Мы пишем новое сообщение, пишем его на мастер. Все, оно у нас появилось, мастер должен дослать это сообщение на слейв, я делаю второй запрос буквально сразу же через несколько миллисекунд. Говорю, покажи мне мои сообщения. Хоп, а на слейве его сообщения этого нету, потому что она же асинхронная. Если репликация асинхронная, то вы не знаете, когда она доедет до туда. И вы смотрите, ну я же только что записал мое сообщение, вы мне сказали, что записали, а сообщения нету. Это большая проблема. Поэтому многие пытаются сделать такие схемы, которые гарантируют каким-то образом, что чтение будет происходить с той же реплики, на которую вы записали, ну то есть с мастера. Например, мои данные читаются всегда только с мастера, а другие данные только могут читаться со слейвов. Ну потому что я же не знаю, что там у других произошло, и там если для меня чуть позже сообщение доедет, это не важно. А вот мое сообщение, которое я записал, я должен сразу увидеть. Один из способов это читать мои данные прямо с мастера. Ну есть и другие всякие способы. Например, если это происходит в рамках одного запроса, то можно всегда читать с мастера, а следующий запрос уже читать со слейва. Но здесь уже гарантий никаких, естественно. Чтобы все было классно, чтобы этих проблем всех не было, надо сделать так, чтобы оба сервера стали мастерами. Ну казалось бы, теперь можно писать на любой, не важно, что ты потеряешь мастера, все же должно происходить магически, данные должны как-то реплицироваться в обе стороны. И многие даже пытаются так сделать, мы пытаемся так сделать, но это все нетривиально. В чем сложности? Мы идем, пишем новое сообщение, записали его на какого-то мастера, оно попало, там, записалось, все. Сразу же говорим, ой, не то, слушайте, надо удалить сообщение. И посылаем вторую команду, удалить сообщение. Оно может прийти на другого мастера, у нас же никаких гарантий нет. А связь между мастерами оборвалась. На одном у нас осталась команда записать сообщение, а на другом удалить сообщение, которое вполне еще даже вообще не существующее сообщение. Вообще непонятно, что в этой ситуации делать. Это, собственно говоря, конфликт. Это совершенно конфликтующие изменения с одной стороны. С одной стороны создать сообщение, с другой стороны удалить сообщение. Ай, да что ж такое. Кроме того, рано или поздно, когда связь появится обратно, нам нужно же будет эти сообщения все-таки доставить в оба конца. И вот представьте себе, у вас есть один сервер, на котором удалили несуществующее сообщение, и к нему приехало теперь сообщение, команда создать сообщение. О, на этом сервере появится сообщение. А на том сервере, где сообщение было, на него доедет команда об удалении, оно удалится. И получится. На одном сервере у вас сообщение есть, а на другом нет. Понятно? Проблема. Потому что порядок, на самом деле, в данном случае, он же неизвестен. Нужно каким-то образом гарантировать порядок операции. Чтобы они применились именно в правильном порядке. То есть сначала создание, а потом удаление. И разные системы пытаются делать это по-разному. Например, проблему доставки сообщений между мастерами. Ее можно, например, упразднить. Сделать как? Можно сразу писать на несколько мастеров. Прямо с клиентом. Ну, прям клиентское приложение берет и пишет на несколько мастеров. Нормальная ситуация, она берет и пишет прямо на три мастера, например, которые у вас там есть. На один записал, на второй. Хоп. Сиясь оборвалась, на третьего мастера не записала. Ну, как бы, ладно. Если мы на два из трех записали, мы считаем это успешной записью. Другой пытается прочитать сообщения. Он точно так же пытается прочитать, например, с трех реплик. Одна недоступна. Прочитал из двух. Если он из двух прочитал, то есть больше, чем из половины, то мы считаем это удачным чтением. Что нам это дает? Как бы мы в этой ситуации не крутили, если удалось запись на два сервера и удалось чтение с двух серверов, мы в любом случае данные увидим. В любом случае сообщения не потеряем. По такому принципу работает там Кассандра, например, который мы много где используем. Это называется Quorum. Если у вас там пять серверов, то, соответственно, вам нужно записать на три, прочитать с трех. И это очень классно, прямо отлично. Но теперь давайте посмотрим вот на какую ситуацию. Петя хочет послать сообщение Васе. У нас есть некая переписка между Петей и Васей. Там пришло какое-то сообщение в 11.01. Вася прочитал. Теперь приходит сообщение в 11.01.01 секунду. Через секунду спустя нам нужно каким-то образом зажечь лампочку. Слушай, у вас переписка между Васей и Петей и у тебя новое сообщение. Что мы делаем? Мы вместо старой записи записываем, что последнее сообщение теперь есть в 11.01.01. Вася читает, смотрит, ой, да, слушайте, я последний раз читал секунду назад, у меня есть более свежее сообщение, зажигается лампочка, ага, все отлично. Это очень типичное поведение, вот у нас примерно так и работает. То есть каждая посылка сообщения она сопровождается накруткой времени в диалоге для того, чтобы не ходить по всем сообщениям, не утаскивать с каждой переписки по одному сообщению, потому что это дорого, а мы в одном месте храним все диалоги и у них последнее время сообщения. Вроде бы классная штука и очень понятно, как это сделать с религиозной базой данных, например. Но если нет одного мастера, то какая ситуация может возникнуть? Значит, с одной стороны у вас поступает запись про то, что последнее сообщение в 0.01 секунду, а с другой стороны приступает запись о том, что у вас есть прочтение в 0.0 секунду. Вам нужно поменять одну запись конкурентной, красненьким это, собственно, одна запись, а желтеньким золотым другая. Что может получиться? Один записал на две ноды уже, успел, все классно, положил. Теперь этот записал тоже куда-то, порядок же непонятен, правильно? Они же примерно одинаково пришли. В каком последовательстве они применятся на серверах, вообще неизвестно. В конечном итоге кто-то кого-то переписал и увидели мы такую картину, что на двух серверах теперь у нас отметка о прочитанности выиграла. И только на одном сервере у нас сохранилась информация о том, что последнее сообщение было в 0.1 секунду. Если мы прочитаем двух реплик сейчас любых, например, каким-то образом, то есть это у нас конфликт, его надо как-то решить. Если мы выберем, например, наибольший вариант, как угодно, или каким-то случайным образом выберем, еще как-то, есть риск, что мы получим неправильные данные и мы не увидим информацию о том, что сообщение есть более новое, чем мы отметили прочитанность. Эти конфликты все нужно как-то решать. Нельзя просто полагаться на базу данных и сказать, слушай, ну там как-то ты там реши, да, это конфликт. Есть несколько способов решения таких конфликтных ситуаций. Один из способов все-таки положиться на базу данных, но дать ей какую-то информацию для этого помогающую. Это что может быть? Это может быть, например, время изменения. В этом случае вам не важно, в какой последствии пришли данные. Те, которые более новые, те считаются более правильными. Так вот работает, например, Кассандра. Когда вы делаете запись, вы выписываете некий таймштамп в текущее время и даже если ваше изменение придет раньше, чем более старое изменение, так как у него таймштамп выше, оно выиграет. Но с этим есть одна проблема. Нельзя взять так просто и выписать таймштамп, который гарантирует вам порядок применения операций, просто потому, что время на серверах не синхронизировано с такой точностью. Но некоторые компании используют атомные часы специально для этого, для того, чтобы очень точно выписывать время и полагаться на это. Другое решение очевидное, выписывать, например, какую-то порядковую ID-операцию. Я записываю сообщение, а другой записывает информацию о прочтении. Если они будут поступать на обработку в правильной последовательности или конфликт будет решаться таким образом, что выиграет тот, у кого больше номер последовательности, то в принципе все, проблема решена. Но чтобы выписать гарантированного возрастающего счета, который не даст никогда пересечений, вам опять же нужно какой-то один сервер центральный, от которого вы будете зависеть, и в этот момент вы потеряете надежность. Потому что если этот сервер откажет, то счетчик выписывать будет некому, и все записи у вас станут. Есть всякие интересные другие способы решения конфликтов, более хитрые, которые позволяют вмешаться разработчику в ситуацию. Вот, например, VectorClock, который используется в Aldemort, мы тоже его используем, он используется еще в React. Его, на самом деле, попытаюсь в двух словах буквально рассказать, в чем смысл. Он пытается сохранить разные версии данных, которые у вас получились. Если у вас возникает какой-то конфликт, то вы видите, что у вас есть одно изменение и второе изменение, они друг другу вроде противоречат. В данном случае, что бы произошло? Мы бы увидели в случае конфликта на клиенте, например, мы бы увидели, что, смотрите, один у нас пытался отметить прочитанность, поставить отметку, а другой пытался записать новое сообщение. Это явно конфликтующие данные. Но мы можем, как программист, легко очень решить. Мы видим, что новое сообщение в 0,1 секунду, а отметка прочитанности в 0,0. Мы можем легко смножить эти данные. Правильно? Мы же знаем, что очевидно, что здесь раньше пришлось, что здесь позже. И таким образом решить эту ситуацию и решить мы ее можем на самом деле в разное время, например, в момент чтения. Большинство этих систем они решают конфликты, в том числе в момент чтения. То есть, если вам приходят с разных серверов разные данные конфликтующие или с одного сервера вам приходят несколько сразу данных, потому что там был сервером детектирован конфликт, то вы можете прямо в момент чтения решить, какие же данные правильные, отослать команду на сервера, сказать, вот такие вот данные правильные, новые, про старые забудь, все супер, да. Ну, есть еще варианты решать это во время записи и, например, просто там, не знаю, ночью или просто периодически вот этот фоновый процесс, который идет, сравнивает данные, если он обнаруживает неконсистентность все-таки, он эти конфликты решает. Все вроде бы классно, с конфликтами разобрались, но как нам это помогает. Вот смотрите, пессимистической блокировки у нас быть не может, почему? Потому что, если у нас не один сервер, а несколько, и они все мастера, они все равнозначные, то как нам взять и заблокировать данные, заблокировать на всех серверах, потребовать, чтобы блокировка была на всех серверах, это значит, что вы потеряли только что надежность, потому что, если один сервер вам не ответил, значит, вы не можете этот запрос обработать. Если сказать, ну и фиг с ним, что кто-то не ответил, то у вас данные на этом сервере остались не заблокированы. И как бы есть сложности. Для этой ситуации можно выкрутиться по-другому. Вот на примере базовых данных, как это можно сделать? Да, если у вас был RDBMS обычно. Вы могли бы использовать принцип оптимистической блокировки. В чем его суть? Вам не нужно блокировать никакие данные, да, вам нужно выполнить запрос, который применится при соблюдении некоторых условий. В данном случае один записывает сообщение, пытается сказать, что новое сообщение в 0,1 секунду было, а второй пытается отметить, отметить пометку о прочитанности, если предыдущее сообщение было в 0,0. Ну, то есть он прочитал, он посмотрел на данные, которые там были, и говорит, измени мне, если они такие до сих пор, если они не изменились. И тогда, если даже кто-то влезет в этот момент между тем, как он прочитал и пытается записать, он получит отказ и данные не перетрут. Да, изменение другого пользователя или другого запроса. потом нужно сделать просто вторую попытку и записать их правильно. Это называется оптимистичная блокировка, CAS. Она используется очень много где? Не только в базах данных, она даже в процессорах используется. То есть в процессорах она используется, например, для того, чтобы сделать быстрые, конкурентные, например, счетчики. В Java есть Atomic Long, он устроен точно так же. это CAS инструкция, которая существует в процессоре и позволяет вам изменить значение, если оно какое-то. Для чего это надо? Для того, чтобы не блокировать счетчик, когда у вас много ядер, много процессов, они работают на одной и той же сущность, вам не нужно ее блокировать, сделать какие-то семафоры и все такое. Вы можете просто посчитать счетчик, там было 10, теперь записать 11, если он до сих пор 10, если он не 10, прочитать еще раз, ага, там теперь уже 11, записать 12. И это, в принципе, то же самое. В базах данных есть точно такой же способ, а к нему очень часто прибегают. Но как нам это помогает в ситуации, когда у нас много мастеров? Есть такой классный алгоритм, называется Paxos, это один из алгоритмов консенсуса, это когда множество серверов могут до чего-то грубо говоря договориться и как-то согласованно выполнить какое-то действие. На самом деле его основной принцип очень простой, но на самом деле он очень сложный. Если кратко, вкратце, то основной принцип такой, у вас выписываете какое-то число, опять же, которое должно быть конечно же возрастающим монотонным в общем случае, но суть такая, вы говорите 10 и говорите там мастерам, да, говорите, смотри, 10 нормальное число? Он говорит, да, нормальное число, я согласен. Говоришь, окей, тогда примени, пожалуйста, изменения. В чем суть этого, этих 10? А суть в том, что если мы предложили 10, даже если они нам все ответили, что они согласны, если кто-то придет другой и скажет 11, то сервера гарантируют, что никто не влезет с номером меньше, чем 11 и не запишет данные. То есть, когда придет этот первый товарищ и попытается закомнить, ему скажут, не-не-не, подожди, уже было 11, 10 уже не катит. Это очень поверхностно описывает алгоритм, но суть его в том, что он позволяет в распределенной системе гарантировать вам, что между тем, как вы прочитали данные и получили некий коммитмент от серверов, записать эти данные и быть уверенным, что в середину никто не влезет. И это позволяет сделать касс, например. А касс позволяет в свою очередь в распределенной системе без блокировок, без всей вот этой штуки каким-то образом делать изменения практически без конфликтов вообще. На самом деле это, конечно, работает всегда медленно, обычно всегда сложно, всегда ломается, магии никакой нет. Но подход такой есть и он много где используется. Есть очень много модификаций паксиса, которые связаны с ускорением производительности, там каждый на что гораздо лепит. Но да. есть еще более интересная штука, связанная с распределенными системами и с разрешением конфликтов. Люди тут подумали, а зачем нам вообще решать конфликты вот эти все, может быть нам сразу оперировать такими структурами данных, которые лишены вот этого недостатка конфликтов. Как пример, вот счетчик. Как он работает? Смотрите, у вас есть три сервера, три мастера. И приходят два параллельных запроса. Один говорит, хочу плюс один сделать, и другой говорит, хочу плюс один сделать. Ну, понятно, что если вы никаким образом ничего не гарантируете, то может получиться, что один плюс один перетрет другой плюс один. И получится, что в результате у вас уже не плюс два, не два стало, а по-прежнему один. Как это решается? Например, один пришел на один сервер. Этот сервер хранит свой счетчик исключительно для своего сервера, который он контролирует. Так как он контролирует его, то он в памяти своей машины может легко поставить там семафор, заблокировать этот счетчик, увеличить на один, записать, все, теперь у нас был не нолик уже, а единичка, и послать эти данные на остальные ноды. А второй плюс один приехал на другой сервер. Но у него свой счетчик, у него абсолютно своя копия счетчика, вообще независимая. Он точно так же записал, теперь у нас стала единичка, и разослал его на два других сервера. У третьего сервера есть тоже какой-то свой счетчик, там, например, двоечка хранится. Что происходит при чтении? При чтении мы читаем все три значения. Из нескольких реплик. Складываем, получаем, о, один плюс один плюс два, четыре, все, да, супер. Очень классные штуки, но, к сожалению, эти структуры не покрывают абсолютно все сценарии, которые у вас в работе и приложении реальных есть. Тем не менее, их уже довольно много, вот такой жирный список. те же самые сеты, про которые я говорил, да, сеты, это патентная операция, ее довольно легко можно реализовать с помощью такого же подхода. Можно сделать даже сет, с которым можно удалять, да, с помощью, на самом деле, двух сетов. Один на добавление, другой на удаление, потому что в этом случае, ну, без этого он был бы не демпатентный. Но в основе всего лежит, да, в общем, вот такие вот простые принципы. Ладно, с этим более-менее разобрались, тут были полные дебри, может быть, сделать перерыв, потому что сейчас, наверное, уже поплыли многие. Дальше будет все много проще. Перед тем, как дальше двигаться, небольшой такой, еще интересный момент, про который я не рассказал. Вот смотрите, есть распределенная система с кучей серверов, у нас возник конфликт, мы записали одни данные в одно место, другие, и в другое место, потом мы умеем решать конфликты каким-то образом. А кто знает, как удалять данные? И в чем вообще проблема с удалением? У кого-то есть мысли вообще в чем проблема? Нету? Ну, смотрите, если у вас есть две версии данных, то ваша задача в том, чтобы решить конфликт. Какие-то данные выиграют, либо по времени, либо вы руками там в коде напишите кусок какой-то, который решит этот конфликт. А если вы хотите удалить данные, то с чем решать конфликт? Данных-то нету. На одном сервере данные есть, они просто не удалились. Не дошло до них изменения по какой-то причине. Или там выиграла операция записи. А на других серверах удаление прошло успешно. И вот вы смотрите теперь так. Есть два удаления, значит, здесь данных нет. А здесь данные есть. Надо, наверное, восстановить данные на всех трех репликах. У вас же как бы не на что опереться. Ну, то есть вам не с чем решать конфликт. У вас нету никаких данных для решения этого конфликта, потому что данных нету, они физически были удалены. И поэтому физически удалять никак нельзя. И все вот эти распределенные системы замечательные. Они не удаляют данные физически, а пишут, мы их называем могилки. То есть это специальная запись о том, что было произведено удаление. Ну, могу сказать за Кассандру, так как больше всего с ней работаем. Удаление в Кассандре это будет специальная запись, в которой будет пометочка могилка, у нее будет точно так же время. И когда у вас возникает конфликт, вы смотрите, кто выигрывает удаление или запись. Если запись, то, соответственно, вы восстанавливаете данные на всех нодах и приводите к консистентному состоянию. Если удаление, то везде удаляется. Но физически удалить все равно когда-то надо эти данные, они же у вас место занимают на диске. И принятие решения о том, когда же можно удалить, оно тоже нифига нетривиальное. Для того, чтобы вам удалить данные физически, вам нужно быть уверены, что на всех репликах вашей базы данных изменение точно об удалении, изменение в удалении, оно было применено, что все реплики это увидели. Это досягается разными всякими трюками, постоянным сравнением данных на разных серверах. Например, ночью сравнили, теперь вы уверены, что они все консистентные. Теперь вы можете старые могилки, которые до ночи были вчера где-то созданы, вы их можете теперь спокойно физически удалить. Это, на самом деле, очень большая проблема, потому что если у вас много записей и удалений в такие системы, то что у вас получается, у вас растут, объем данных прирастает, потому что могилки у вас так быстро не вычищаются. В отличие от какого-нибудь SQL, где это можно сделать сильно быстрее, потому что это один сервер, и можно физически удалять данные. Хоть там очень часто, короче. Ладно, перейдем к кэшированию. Кэширование очень классная штука, все мы любим кэшировать, да, и почему мы любим кэшировать, потому что у нас есть очень много запросов на чтение, и каждый раз отдавать эти запросы базу данных достаточно дорого, потому что, как я говорил, база данных сложно масштабируется, и зачем нам ради чтения масштабировать базу данных, если мы можем поставить кэш. Вот у нас там есть база данных, там счетчик сообщений какой-то, там сейчас единичка, приходит пользователь, говорит, сколько у меня сообщений, вы посмотрели базу данных, там единичка, отлично, супер, в кэше тоже есть единичка, ага, значит, можем читать на самом деле теперь уже из кэша, если у нас появился кэш, и в базу данных уже не ходить, ну, классно же, да, база данных обслуживает запросы только на запись, там, где она, собственно говоря, и нужна. Но тут есть куча всяких разных проблем, начнем с самой такой простой на самом деле проблемы, наверное, проблема холодного старта, вот у вас есть там кэши, вы их поставили, все супер, в базу данных у вас чтения теперь вообще никакие не ходят, вы все отдаете из кэша, все работает быстро, а кэш это что? Это информация в памяти по большому счету, да, потому что память у нас быстрая, мы читаем из кэша, в кэше нету счетчика, мы идем в базу данных, если вы кэш рестартнули и потеряли все счетчики, то все запросы теперь пошли не в кэш, а в базу данных, и получилось, что после рестарта кэша, вы получили состояние системы новое абсолютно, которое у вас уже давным-давно не было, у вас кэш работал, у вас запросов в базу данных не было, а теперь у вас куча запросов провалились внезапно в базу данных, и база данных отказала. И это с тем тоже, с чем мы, например, столкнулись, когда там в далеком, не знаю, восьмом или девятом году, и все с этим сталкиваются, нельзя так просто взять и кэши рестартануть и поднять их в пустыню, да, а нужно кэши прогревать, это называют, да, но на самом деле в чем суть, нужно, да, тут немножко, ну ладно, нужно состояние кэша скорее всего куда-то сохранить, чтобы при рестарте уже был не поднимался пустым, да, чтобы он поднял некоторое свое первоначальное состояние, там, ну, например, можно сохранить его на диск, да, или, например, можно сделать так, что когда кэш поднимается, он, например, с других своих соседних кэшей, если у вас их несколько, забирает данные оттуда, наполняет память, и только тогда начинает обслуживать запросы, благодаря этому вы не имеете вот этой большой пиковой нагрузки. Разница, потому что, может быть, ну, громадная, вот, например, в одноклассниках есть кэши пользователя, они обслуживают там порядка, ну, боюсь соврать, ну, наверное, сотни тысяч запросов в секунду, да, и там у вас есть какой-то там SQL, который может обслужить даже там, у нас их 16, например, стоит, ну, он может обслужить ну, ну, 20 тысяч запросов, ну, пускай 30, ну, никак не сотни тысяч, да, и если вы бы просто бы сортанули бы эти кэши, то, скорее всего, все, на классике бы не работали еще очень долго. Когда-то мы даже пытались некоторые кэши пробовать потихонечку рестартовать, давать на них малое количество нагрузки, чтобы они очень плавно набирали данные из себя, да, и очень маленький процент запросов попадал на вот этот пустой кэш. Вот он там догонялся у нас, пока он полностью набрал данные, да, там около суток, по-моему, и, соответственно, это сильно зависит от размера кэша, там, да, от частоты как бы данных, ну, от распределения запросов по ID, да, всякое такое. В общем, эта проблема есть, и если вы ставите кэши, то вам нужно быть готовым к тому, что вы с этим столкнетесь рано или поздно. Самое плохое в этом все, что эта ситуация, она плохо прогнозируемая, да, если у вас кэши, например, вы их завели, они у вас отлично работают, они у вас там полгода работают, вы их не трогаете, а потом в один прекрасный момент, ой, слушайте, новая версия того, что там, не знаю, что надо исправить, раз, рестартнули, офис оказывается уже все, они уже не поднимаются. Надо, значит, периодически, наверное, тестировать, а лучше сразу выбирать такое решение, которое позволяет вам сохранить данные, куда-то на диск, например. но самая большая проблема с кэшами, про которую, к сожалению, многие забывают, это обновление кэшей. Ну вот смотрите, да, сценарий, мы записали, какой-то счетчик увеличили в базе данных, записали туда единичку, получили новое значение какое-то этого счетчика, теперь нам нужно же всем кэшам сказать, что теперь у нас значение изменилось, иначе они будут давать старое значение, и запросы, которые попадут, они прочитают старые данные. Соответственно, мы идем и обновляем данные в кэше. Ну, казалось бы, что тут сложного? Ну, как всегда, может произойти отказ, и кэш просто не ответит по какой-то причине. Возможно, он с чего сейчас остановили, возможно, просто какая-то сетевая проблема, неважно. В кэше остался ноль. Потом придет пользователь, прочитает этот ноль, и увидит, что ничего не изменилось. Это на... Ну, немножко пока еще здесь останемся. Это на самом деле очень сложная проблема. Я вот скажу так. Практически все люди, которые к нам приходят на собеседование, когда рассказывают, как они классно внедряли у себя кэши, как у них все суперски работает, я всегда задаю вопрос, ну, как вы добивались консистентности, как вот вы решали эту проблему с отказами? И я вам скажу, что практически не один, никто всерьез ее не воспринимает. Все считают, что ну, как-то... Ну, мы что-то там сделали, оно как-то работает, и практически никогда не встречается рабочих решений. Это иногда, конечно, может быть и не страшно, если это данные не критичные, но если это данные, ну, действительно важные, которые влияют на работу сервиса, да, ну, вот конкретно в данном случае, если это счетчик сообщений, то пользователь просто не прочитает это сообщение, и это беда, наверное, а может быть что-то еще хуже. Вот. Есть несколько вариантов решений, они все сложные. Такой достаточно общепринятый способ и достаточно надежный работает хорошо в случае революционной базы данных. Мы его используем, Facebook использует похожий способ. Реализации разные, принцип один и тот же. Смысл такой. У вас есть сообщение, вы записываете это, делаете изменения в базе данных, да, соответственно, изменяете счетчик сообщений и одновременно там же в этой базе данных у вас нужно, вам нужно записать каким-то образом лог изменений, да, то есть это последовательный лог изменений, которые происходили в этой таблице. Просто запись за записью. Причем это может быть конкретно очень короткая запись. Там счетчик, Васи Пупкин, один, да, и время. Что нам это дает? Если это революционная база данных, то она вам гарантирует, что? Атомарность. Если вы увеличили счетчик, то и в лог это попадет. И это очень важно. Потому что в этом случае мы можем делать вот как. Да, получили новое значение, пытались записать в кэш, все обломилось, если не обломилось, то кэш замечательно, все супер, кэш сразу стал консистентным, а если обломилось, то кэш может эти же данные прочитать из лога. Пускай не сразу, если там какие-то проблемы, пускай через 5 минут, пускай через 10, но он прочитает и получит консистентные значения. Рано или поздно. Мы делаем буквально практически вот так. Мы используем там индекс в базе данных по времени модификации и вычитываем просто данные, которые в время модификации больше, чем последние, которые мы прочитали. Facebook, насколько я знаю, например, использует в MySQL просто transaction log. То есть любое изменение в базе данных, оно сопровождается записью transaction log, то есть того же самого лога изменений на диск. Это то, благодаря чему он гарантирует вам дюрабильность по большому счету. И так как эти логи используются для репликации, в том числе, то есть эти логи берут и транслируются на другие сервера, на слейвы, для того, чтобы их привести в консистентное состояние, почему бы эти изменения точно так же не транслировать на кэши и не переводить их в консистентное состояние. Да, сразу этот счетчик может быть неконсистентным, но через время он станет. И это очень важно. Хотя бы через время он станет. Вот. Да. Следующий интересный момент, про который я хотел поговорить, это очереди. Все любят очереди, чем дальше, тем больше их любят. Много классных решений на них уже построено. Какая вообще самая простая очередь, которую вы знаете, которую обычно люди используют в приложениях? на Java. Что вот обычно мы используем? Нет? Никто не использовал еще? Да, но я имею в виду в комплексе. Окей, я про обычный ThreadPool Executor. В Java вы можете сделать ThreadPool Executor, получите кучу потоков и очередь. Что это вам дает? Вы можете записать в очередь какую-то задачу и какой-то из свободных потоков, который сейчас свободен, возьмет эту задачу из очереди и ее обработает. В принципе, все очереди делают ровно то же самое. Просто это пример очень простой очереди в рамках одного процесса, а мы сегодня скорее говорим про очереди в распределенных системах, когда это внешняя какая-то система, которая позволяет вам делать ровно то же самое. Приходит какой-то пользователь, кладет сообщение в очередь, у вас есть там он возвращает сразу же окей, говорит все, там все можно забыть, оно уже положено сообщение в очередь, надежно сохранено, но его обработка еще не выполнена. Обработкой занимаются какие-то обработчики, может быть один обработчик, их может быть целая куча, они достают из очереди сообщение и выполняют какие-то действия. Когда все завершено, сообщение из очереди удаляется. Что нам дают очереди? Ну, во-первых, если запрос достаточно длинный, да, какая-то сложная операция, то очередь нам дает возможность сократить время обслуживания запроса, потому что нам всего лишь нужно положить его в очередь и все, и он потом когда-нибудь обработается. Нам уже на самом деле не важно. Классно, все, короткий запрос, пользователь получил ответ, супер. Кроме того, можно легко масштабировать обработчики, да, обработчиков можно поставить на эту очередь хоть 10, хоть 100, хоть 1000, да, и каждый будет по чуть-чуть там разгребать из очереди задачи и выполнять, да, потому что не всегда можно эти запросы выполнить на той стороне, кто, собственно, генерит эти команды. Еще один важный момент, для чего мы его используем, это, собственно, называется эластичность, но суть в том, что у вас нагрузка, она неравномерная, да, вот как рассказывал твиттер, у них, например, когда какое-то происходит очень важное событие, там, ну, важное событие, у них это кто-то там футбол с кем-то сыграл, там, в Америке, например, кто-то выиграл, или какой-нибудь президент там что-то ляпнул, да, у них там скачки нагрузок, они там могут там сто в тысячу раз быть выше, чем нормальная ситуация. Ну, и логично, что если у вас такие есть скачки, да, то вам либо нужно иметь запас оборудования стократный, например, чтобы в сто раз больше нагрузки перевалить, либо тупо иметь очередь, в которую можно просто наложить сообщение и потом асинхронно разгрести, потому что это событие обычно длится недолго, это пять минут, это, возможно, час, в зависимости от системы, где-то секунду вообще, но вы можете набрать все сообщения и потом не спеша спокойно их обработать. Это очень круто, вам не нужно иметь запас. Кроме того, это позволяет повысить отказоустойчивость, потому что если система, которая обрабатывает эти сообщения, она сама по себе достаточно сложная и ненадежная, например, или, например, ее просто крайне сложно реализовать так, чтобы она была распределенная, вам нужно, вы можете сделать так, что это будет только один сервер, и вы не хотите тратить ресурсы, но тоже бы сделать ее распределенной. Очередь в данном случае может вам помочь, вы поставите очередь, которая будет сама по себе распределенная, надежная, все классно, и за ней один обработчик. Даже если обработчик упадет, не страшно, вы его там придете через час, запустите заново, он потихонечку очередь обработает, но на клиентах это не скажется, потому что клиентские запросы будут обслуживаться, команды будут складываться в очередь, это тоже очень круто. Кроме того, это дает некую возможность организовать события в некую последовательность, что часто очень важно. Те самые примеры, про которые я говорил, когда есть несколько изменений конфликтующих, если они, если вы их записали в очередь последовательной, и очередь гарантирует вам порядок, то классно, вы же их применять будете тоже в той же самой последовательности, у вас никогда не возникнет никаких конфликтов. Это тоже одна из вещей, для чего используют очередь. Но очереди все разные, если вы посмотрите там на рынке, их сейчас там тьма тьмущая вообще, каждый свою хвалит, естественно, они все отличаются, я попытался собрать некоторые параметры, да, ну, во-первых, по тому, как они гарантируют вам хранение этих сообщений. Некоторые просто работают чисто в памяти. Ну, соответственно, понятно, вы потеряли сервер очереди, потеряли, собственно говоря, все данные. Некоторые хранят на диске, это уже как бы классно, да, потеряли сервер, стартнули там, не знаю, ну, у вас хотя бы не потерялось все, у вас на диске что-то осталось. Есть распределенные системы, да, которые хранят ваше сообщение в нескольких репликах, даже если вы полностью потеряете сервер целиком, сгорит, все, сообщения будут на другом сервере и они будут доставлены. Очереди делятся, опять же, по гарантии доставки. Как мы уже говорили, как в любой распределенной системе, гарантии доставки ровно один раз, в принципе, быть не может. Ну, и, соответственно, очереди обычно либо поддерживают оба варианта, как минимум один раз, как максимум один раз, ну, либо какой-то один из них, да, потому что, ну, да. Кроме того, есть очереди, которые используются для того, чтобы взять одно сообщение и доставить его до какой-то системы, которая будет его обрабатывать ровно один раз, ну, то есть, грубо говоря, выполнить какую-то команду. Вот. А есть способы использования, когда какое-то есть событие и есть куча систем, которые слушают очередь на предмет появления новых событий, ну, то есть паблишер сабскрайбер, да, паблишер один, тот, кто пишет сообщение о сабскрайберах, может быть, хоть сто штук. Вот пример кэши. Вы записали что-то в очередь, и у вас там десять кэшей, и они все получают события о том, что было изменение в базе данных, и нужно его применить в кэш. На самом деле, с помощью очереди тоже можно построить вот ту самую штуку с обновлением кэшей, но тоже очень сложно, нельзя так просто взять и записать, и потом, если будет время, можем даже об этом поговорить. Есть еще классные фичи всякие у очередей, да, например, отложенная доставка. То есть вы говорите, да, вот сообщение, мне его нужно доставить, но через время. Очень много применений для таких штук, да, там, не знаю, какие могут быть варианты, ну, что-то по расписанию сделать, например, для тех же синхронизации кэшей это можно использовать, или, например, что еще, что еще, что еще, ну, не знаю, ну, короче, много используем. Вот, протухание, да, протухание, это значит, что сообщение, оно может стать неактуальным через какое-то время, ну, зачем его обрабатывать, если оно неактуально, ну, не знаю, нотификация о том, что у пользователя сегодня день рождения надо послать, ну, логично, что через неделю посылать уже нет смысла, и один из важных тоже аспектов это пакетная обработка сообщений, почему это важно, помните, я говорил там когда-то давно про то, что один из способов оптимизации, который много где используется, это пакетная обработка, то есть, когда мы выигрываем пропускную способность за счет лейтенса, очереди делают как, вы хотите много-много написать сообщений в очередь, но вы можете не писать каждый раз, написать по одному событию, а можете собрать их на клиенте, там, 100 штук и послать одним пакетом большим, вам же, в принципе, не важно, с одной стороны, это же асинхронная система, там, вы послали, когда она обработается, главное, чтобы она записалась, ну, вот давайте посмотрим на пример, я хочу послать сообщения куче своих друзей из контакт-листа, у меня есть база данных, куча пользователей, я беру очередь и пишу туда события, послать там Васе, послать Петя, послать Коле, Маше, очередь мне говорит, да, все принято, все супер, есть потом какой-то агент, который занимается обработкой этих команд, он достает сообщение, говорит, о, да, послать надо Вася, отлично, записывает базу сообщения, сохранит сообщение, все сделал, получает ответ, из очереди сообщение вынимает, подтверждает, говорит, все, я обработал, ну, естественно, наша любимая ситуация, может по пути обратно все отказать, база данных могла не ответить, сервер мог сдохнуть, из очереди не удалось сообщение удалить, да, опять неизвестно, есть ли в базе данных сообщений нету, магии никакой нету, вся та же самая история, депатентные операции, вот это все, нужно повторять в этом случае, да, если не удалось удалить сообщение из очереди, что нужно делать, нужно пробовать заново и отсылать, и точно так же сделать операцию такую, которая будет проверять, есть ли уже сообщение в базе, все то же самое, о чем мы говорили, и эти вещи, к сожалению, не всегда можно сделать, потому что, например, если мы здесь бы рассылали бы имейлы, да, то было бы все уже намного хуже, потому что вы не знаете, имейл ушел или не ушел, вы сказали там системе, ну, пошли мне имейл, система говорит, ошибка, но имейл, то может, ушел, да, это не всегда можно решить, если система конечная, в которую вы пишете, позволяет вам сделать либо КАС, либо сделать блокировку с проверкой данных, да, каким-то образом удостовериться, что это не будет дубликат, да, вы не сможете никак гарантировать, вот в данном случае, база данных вам позволит сделать, а с имейлами, фид или смс, ну, неважно, да. Один еще из примеров, например, использования очередей, да, это посылка нотификаций, вот в данном случае, да, мы могли бы, ну, не просто писать базу данных, сообщений, мы могли бы, например, рассылать нотификацию какую-то пользователям, тем, кто онлайн сейчас, то есть мы смотрим, вот у меня есть друзья онлайн, мы им хотим послать какую-то нотификацию, тут как бы то же самое, вы, по сути дела, что делаете, вы говорите серверу, пошли к клиенту, сервер посылает клиенту по установленному соединению, ну, соединение могло оборваться, все что угодно, и клиент, вы не могли, могли не получить ответов клиента, представьте себе, сид, пользователь в браузере, у него раз сообщение пришло, нотификация, хоп, блин, хоп, второй раз пришлось, что такое, ну, а сервер решил, что ему не удалось доставить, даже здесь можно выкрутиться, с помощью того, чтобы сделать операцию депатентной, да, то есть, если вы сопровождаете всю эту цепочку каким-то идентификатором, например, в сообщении есть идентификатор, то, когда оно придет на клиента, клиент может посмотреть, ой, слушай, да у меня уже такое сообщение приходило, только что, и второй раз не показывать идентификацию пользователю, вот, короче, магии нет, проблемы везде одни и те же, с очередями есть еще одна такая забавная штука, про которую некоторые забывают, это переполнение, причем переполнение, это может быть совершенно разное, например, у вас просто диск отключился, теоретически, очередь может хранить сообщение еще какое-то время в памяти, никто ей не мешает, ну, не скидывать на диск, есть некоторые риски, диск мог просто переполниться, естественно, он может просто живой, но он просто перестал принимать записи, потому что у него место закончилось, то же самое, что делать в очереди, ну, все, отказывать, наверное, да, а если это очередь, которая просто в памяти хранит, а не хранит на диске, ну, то еще все быстрее может закончиться, и все, и очередь отказывает, что делать, обычно, в данном, в таких случаях, в системах прибегает к тому, чтобы посылающей стороне, если это возможно, каким-то образом сообщить, что очередь, либо уже загнулась, не успевает она, у нее закончилась память или диск, да, либо она скоро загнется, каким образом это делается, на самом деле, в идеальном случае, конечно, клиенту, если это какая-то автоматическая система, скажет, слушай, ну, ты подожди, пока мне не посылать, подожди, там часочек, сейчас я тут оправлюсь, да, это вполне нормальный сценарий, если на той стороне действительно какая-то автоматическая система, которая тоже может подождать какое-то время. Есть другой способ, просто начать замедлять обработку запросов, тоже хороший способ, но вот тоже работает для автоматических систем. Естественно, если это пользователи, то, ну, тут вариантов нет, можно только отказать в обслуживании, но с автоматическими системами, если вы строите очереди, очередь на очереди, то об этом нужно думать, как сделать так, чтобы у вас просто все не перестало выкидываться в мусорник, каким-то образом начинать плавно замедлять всю систему целиком. Теперь самое сладкое, тоже очень модная тема, микросервисы, сейчас только ленивый, не говорит про микросервисы, все пилят микросервисы, некоторые компании хвастаются, говорят, у нас тысяча микросервисов, у нас две тысячи микросервисов. Вот возьмем наш сервис сообщений, попробуем его разбить на какие-то микросервисы. Ну, что такое микросервисы? Это какой-то кусок вашего продукта, который отвечает за какую-то конкретную функциональность, вполне себе законченную, вполне себе, возможно, изолированную в идеале. Ну, что это может быть? Ну, например, авторизация. Вроде бы все, просто. Ты зашел, логин, пароль, получил подтверждение, что ты заавторизован. И плюс достать информацию о пользователе. Имя, фамилия, фоточка, все дела. Вот очень простой сервис, который выполняет очень конкретные действия. Сервис присутствия, например. Я залогинился, я стал онлайн, я вышел, я офлайн, нужно эту информацию передавать пользователям, моим друзьям, показывать, кто онлайн. Тоже очень вполне себе изолированная задача, которая может отвечать только на эти вопросы. И так дальше. Сервис сообщений, сервис ботов, как же, месседжинг без ботов. Надо запилить сервис, который будет заниматься ботами исключительно. Антиспам там, то есть будут анализировать сообщения, потом их вытирать, если они плохие. Поиск, опять же, по сообщениям. Тоже отдельный сервис, в общем, вполне себе независимый. Все классно. В реальности это превращается в такую картину часто. К сожалению, на практике не получается сделать так, чтобы системы были совсем-совсем изолированные. Это, конечно, утрированная картинка, но если подумать, поиску-то что? Поиску нужно сообщения знать. Сообщения добавляются, удаляются, есть какое-то взаимодействие. Антиспам тоже. Он что-то получает, какие-то сообщения, ему нужно проанализировать, потом нужно удалить их из поиска, например, или еще что-то. Авторизация. То же самое. Есть сервис сообщений. Он каким-то образом, наверное, тоже связан с сервисом авторизации, потому что вам нужно получить какую-то информацию про пользователя, может, такого пользователя вообще нет, значит, сообщения ему посылать нельзя. То же самое сервис присутствия. Они, на самом деле, часто очень много между ними взаимосвязей. Поэтому идеальная картинка, она, к сожалению, не очень простая получается, но, тем не менее, люди пилят микросервисы, и попробуем разобраться, для чего. Ну, первая очевидная задача, которую можно решить с помощью микросервисов, это масштабирование. То, что мы говорили, да, функционирует функциональное горизонтальное масштабирование. Вы попилили на кучу кусочков, на 10 кусочков попилили, поставили 10 серверов, у вас супер, как бы на каждую систему нагрузка стала меньше. В принципе, да, почему нет? Еще говорят, что это сильно проще разрабатывать. И в этом есть доля правды, потому что, ну, можно начать с простого. У вас микросервис, он делает маленькую конкретную вещь, соответственно, он просто меньше, он там меньше кода, он быстрее компилируется, запускается, его проще там тестировать, отлаживать, все супер. Кроме того, связанность меньше, да, у вас эта система, за счет того, что она изолирована, у нее есть очень там какой-то конкретный API, она сильно меньше связана с другими системами, да, этих связей очень ограниченное количество, просто потому что их много не наплодишь. Говорят, проще тестировать. В принципе, да, да, у вас есть какая-то маленькая функциональность, совершенно конкретная, вы можете протестировать только ее, да, если вы ее поменяли, и вам не нужно перетестировать весь ваш большой проект. Ну, и самое главное, гибкий цикл релизов. Запилил, выкатил только свою фичу, хочешь 10 раз в день, хочешь 100 раз в день, это твой продукт, там, твой маленький кусочек продукта, да, твой один какой-то там сервер, ну, не один, одно приложение, которое ты сам, когда хочешь, тогда тестируешь, проверяешь, раскатываешь на продакшн. Очень классно, потому что, когда продукт очень большой, да, вы не можете так часто делать релизы, потому что изменений очень много, нужно хорошо все перетестировать, и это никому не нравится. Кроме того, это вроде как и проще развертывать. Ну, сервис маленький, ему меньше всего надо, конфигурации, настроек, сейчас есть докер, всякие контейнеры, хоп-хоп-хоп, раскатал, развернул, все работает, вообще все очень просто. Важный, действительно важный плюс этого подхода в том, что с помощью этого вы еще изолируете отказы. Ну, вот представьте себе, у вас есть большое там жирное приложение, которое называется Одноклассники, и вы там выкатили новую версию, у вас все работает, и тут кто-то включил какой-то, например, эксперимент, который взял и сожрал все CPU на всех абсолютно серверах. Все, у вас все не работает. В данном случае, скорее всего, если бы включили бы такую фичу, у вас бы перестал работать один какой-то конкретный сервис. Все остальное бы работало. Ну, да, стали бы недоступны там сообщения, ну, или фоточки, не знаю, ну, что угодно, но все остальное работало бы. Изоляция отказов действительно очень важная штука. Мы, на самом деле, начали переходить на такую архитектуру, еще до того, как она стала хайповая и модной, еще не было этого названия микросервиса, вот, но мы тоже стали выделять некоторые куски, в принципе, по двум причинам. Это изоляция отказов и гибкий цикл релизов, да, потому что если тебе нужно срочно было запилить какую-то фичу, да, ну, было очень сложно вместе с большим циклом релизов все это делать, потому что мы релизим раз в неделю, например, а тебе хочется два-три раза в день, да, быстро фиксить, баги выкатывать, проверять, да, и, в принципе, это был один из драйверов. Ну, масштабирование, на самом деле, тоже, да, скажу, что масштабирование тоже. Какие минусы этого всего есть? Ну, первый очевидный минус это производительность. Если раньше вызывали метод просто соседнего, там класса какого-то из соседнего пакета, который у вас лежал и был в одной GVM-ке, теперь вам нужно сделать вызов по сети. Он, конечно, быстрый, но не бесплатный, потому что, кроме того, что вам нужно сходить по сети, вам нужно еще взять данные ваши, взять там, жаловский объект, его нужно стерилизовать во что-то в массив байтов или на всеми любимый JSON переслать, на том конце его нужно дестерилизовать и потом уже только выполнить, да, это небольшая, но плата. Но к простоте разработки добавляется и сложность разработки обновременно, ни в чем не маленькая совсем. Ну, во-первых, удаленные вызовы, да, те же самые. Раньше вы просто вызывали класс, у вас все работало, все было просто и понятно, что происходит. Сейчас вы вызываете какой-то удаленный метод. Хо-хо-хо, это что? Это какой-то API, который может быть несовместимый, может ломаться. Сам по себе вызов по сети неизвестно, сколько он займет времени. Если раньше вы вызывали просто какой-то класс, и вы думали, ну, как бы микросекунды, ну, миллисекунды, а тут это неизвестно, сколько займет времени. Следующая проблема. Теперь у вас появляются взаимосвязи между серверами, и вам нужно знать, а где вот этот сервис, который теперь занимается авторизацией. Вот раньше я класс дергал, а теперь он неизвестно где. Мне нужно знать его IP-адрес, я не знаю, да, нужно городить какие-то схемы, которые позволят вам находить эти сервера, понимать, какие из них сейчас живые, потому что кто-то сейчас остановил, там же гибкий релиз-цикл, люди же их останавливают, выкладывают, обновляют. А это все нужно тоже пристроить как-то, пригородить. И еще одна важная штука, это отладка. Если раньше вы пошли дебаггером, например, и просто там чик-чик по вызовам пошли, посмотрели, а, ну, все понятно, а сейчас как, вы там идете-идете, раз, удаленный вызов, что делать, куда он пошел, на какой сервер, как отключиться, отладить. И, в принципе, вся цепочка вызовов, она становится очень длинной, там, от веб-сервера до какого-то конкретного, там, последнего сервера, который выполняет ваши задачи, у вас там может пройти три-четыре сервера, да, и что вы видите на клиенте, ну, на веб-сервере, на веб-сервере, видите какой-то exception, что-то там пошло не так, тайм-аут, например, а где тайм-аут был, на каком микросервисе, кто там сбойнул, кто ошибку кинул, это довольно сложная штука, существует сейчас куча всяких разных решений, которые помогают с этим бороться, там, вплоть до того, что к каждому запросу ставится, там, ID запроса уникальный, и он через всю цепочку везде пролетает, где-то везде логируется, собирается, и потом можно собрать весь трейс и понять, где сколько время было потрачено, где произошла ошибка, но, естественно, эти штуки все тоже не бесплатные, но, в общем и целом, они есть. Кроме того, к простоте развертывания сразу же добавляется и сложность развертывания. Почему? Потому что теперь каждый сервис у вас, кто на что гораст, да, у каждого есть свои настройки, каждый нужно по-своему эксплуатировать, каждый нужно, там, я не знаю, ну, куча всего нужно сделать дополнительного, что раньше делалось один раз для одного большого модуля. Там был один знающий человек, который это запилил, там, да, и люди там его перекладывали на продакшн, а теперь вы сами занимаетесь этим. Ну, вам нужно какие-то знания, соответственно, тоже дополнительные иметь, да, но, наверное, это не так страшно. Самое плохое, что точек отказа стало теперь у вас в разы больше. Если раньше у вас был один большой, классный, там, модуль, да, и он ходил в базу данных, у вас могла отказать база данных. А теперь вы это разбили на 100 микросервисов, теперь у вас может отказать каждый из них, и причем каждый разными способами. Он может просто отвалиться, он может начать тормозить, он может через раз обрабатывать запросы, и куча всяких разных ситуаций. И теперь вы должны все это учитывать в своей разработке. Забудьте теперь про всякие транзакции, про ациды, да, про вот это все, потому что теперь у вас вообще какие-то разные системы, которые никак не связаны. Это реально сильно усложняет разработку. Кроме того, если вы начали плодить микросервисы, вы столкнетесь, скорее всего, с тем, что теперь вам нужно как-то их конфигурировать. У вас масса серверов, масса приложений запущенных. Без какой-то централизованной системы конфигурации становится очень тяжело жить. Ну, представьте себе, раньше у вас был там property файл, вы там поменяли его на сервере, бах, и стартнули, и все классно. А теперь вам нужно сделать то же самое, только на 10 серверах. Ну, нужно удостовериться, что оно везде еще и применилось там, да. Ну, реально это много сложностей. Сбор логов тоже. Раньше вы пошли на сервер, посмотрели логи с одного сервера, ну, два сервера, ну, с двух серверов посмотрели логи. А теперь у вас 100 приложений запущенных. Вроде делают то же самое, но теперь у вас 100 разных логов. И вам теперь нужно в этом ориентироваться, вам нужна какая-то система, в которой вы будете вместе эти логи смотреть, искать какие-то ошибки, да, не знаю, там, какой-то, по ID пользователю хотите что-то найти, ну, как вы это сделаете, да, у вас куча логов, куча серверов. Многие ставят системы для агрегации логов, да, вот мы используем, да и там, все практически, да, есть разные системы, которые умеют индексировать логи, по ним искать потом, там, по тексту, по серверам, по времени, да. Без этого реально сложно жить становится, если у вас вот такая архитектура. Кроме того, нужно статистику собирать, более тщательно. Потому что теперь у вас появляются удаленные вызовы. И чтобы понять, какой сервисов тормозит, да, вам нужно собирать время всех удаленных вызовов. Потому что эта причина может быть вообще не в приложении теперь, а причина может быть в чем угодно. В сети, в неправильной настройке, во всем чем угодно. Вам нужно быстро научиться в этом разбираться, что что-то пошло не так, или скорая пойдет не так, или этого. вам нужно собирать массу всякой разной статистики, чтобы быстро находить проблемы, где они сейчас происходят. Потому что, если ошибки, то все просто. А вот если время подросло, вы смотрите, как так, у меня страница раньше рендерилась за 10 миллисекунд, а сейчас стало рендериться 20. Какой из микросервисов мне портит картину? Возможно, это вообще один сервер, один инстанс. Он что-то хандрит, а у вас это сказывается на общей картине. Ну и мониторинг. Теперь у вас их стало много, они все разные, каждый нужно по-своему теперь мониторить, чтобы понять, что этот сервис сейчас не работает корректно. Он может быть вполне себе запущенным, процесс может существовать, но, например, он просто не обслуживает запроса по какой-то причине. Теперь вам нужно все это мониторить, и мониторинг становится сложнее, больше, и все остальное. Так что это все не бесплатно, и когда слышишь от людей, что «О, смотрите, мы сделали, у нас уже 30 микросервисов, мы их там деплоим, все само происходит вообще». Ребята, а что вы сделали, чтобы вот это запустить все? Ну, мы целый год там развертывали локстэш, там, какой-то там сервис дискавери, еще какой-то, ну-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А вы знаете, как это работает? Ну, невозможно за достаточно короткий срок понять, как все эти системы потом работают. А их же нужно будет эксплуатировать, они же будут ломаться. Любые системы сбора логов, сервис дискавери, все остальное, все эти модные классные штуки, они все ломаются. Да, мало того, часто они еще и вас вводят в заблуждение. Ну, вот, например, из недавнего такой случай был, пришел к нам один товарищ, и говорит, вот у нас есть сервис дискавери, это штука, которая автоматически определяет, какие сервера сейчас доступны, какие живые, и, значит, клиентское приложение на основании информации может выбирать, куда ходить. О, классно, супер, говорю. А сколько у вас серверов? Два. А зачем вам сервис дискавери? Ну, как, чтобы не думать, там все же просто само теперь работает. У нас для надежности два сервера, если мы один перекладываем, то автоматически запросы пойдут на второй. Это вообще надежная, высокодоступная схема. Я говорю, а сервис дискавери у вас один или два? Один. А какая же сервис дискавери-то один? Он же тоже-то же может отказать. А, ну да. А если их поставить два, то начнутся проблемы с консистентностью, с протисционированием. Это все не так, ну, не так бесплатно, как кажется. Да, хотя, ну, в интернетах ты почитаешь, конечно, классно, сейчас налеплю все это. Но на самом деле с помощью этого всего вы создадите себе больше возможностей, больше точек отказа и больше возможностей потратить свое замечательное время вместо программирования на разбор с багами, с непонятностями работы этих систем. Вот. Но, к сожалению, если действительно проект растет, растет очень быстро, без этого никуда не деться, ну, к этому нужно быть готовым. Ну, и в конце расскажу немножко про выбор технологий. Мы уже чуть-чуть как раз начали к нему переезжать. Когда вам нужно решить какую-то задачу, вам вы не можете, естественно, все писать сами, да, с самого начала. Ну, очевидно, это глупо. Если вам нужно получить быстрый результат, вам нужно выбирать какие-то технические решения, какие-то там, хранилища, какие-то очереди и все остальное. Часто, так сказать, рекламируя свои продукты, разработчики пишут, что у них все классно, все проблемы-то, в общем-то, решены. Оно и быстро, и отказоустойчиво, и там и консистентность есть, все есть. Но проблема в том, что отказы-то никуда не могут пропасть. Они как были, так и есть. И если вам говорят, что там вообще все решено, то стоит задуматься. Наверное, где-то врут, что-то недоговаривают. Физические ограничения тоже никто не отменял. Вот есть время доступа к памяти, есть время доступа к диску, да, есть количество операций, которые может обслужить. Все. Эта физика, против нее не попрешь. Можно что-то оптимизировать. Да, есть такие варианты, когда, конечно, обычное, например, приложение может обработать, там, не знаю, тысячу запросов в секунду. Тут появляется, которое можно обработать 10 тысяч запросов в секунду. И это, возможно, даже правда, если вам четко сказали за счет чего. И вы понимаете, за счет чего. Если вам говорят, просто стало вдруг 10 тысяч, вот у всех тысяч, а здесь 10 тысяч, ну, наверное, есть какой-то подвох. Вот один из примеров. Сетевой стек, например, в Linux, он может обработать сколько-то пакетов. Да, но есть новые прогрессивные технологии, которые позволяют обработать сильно больше. Но когда вам объясняют, как это работает, почему, за счет чего, да, вы видишь, и видишь честные тесты, этому можно верить. Когда вам просто говорят, ну, мы сделали очень быструю базу данных, она теперь стала просто в 10 раз быстрее, чем у конкурентов. Не понятно, за счет чего. При тех же остальных характеристиках. Ну, такого не бывает. это скорее исключение, чем правило. Ну, опять же, кап-теорему тоже никто не отменял, да, то есть вот эта вот консистентность, partition tolerance, и availability, да, эти все три вещи, ну, нельзя реализовать. Где-то будет чего-то не хватать. Нужно разбираться. Когда вы выбираете решение, нужно понять, что, за что, да, люди, что на что поменяли. Все любят приводить бенчмарки. Да, бенчмарки классная штука, ты посмотрел сразу, сказал, ну, да, вообще классная база данных, быстрая, можно брать, все, смотрите, все тесты, вот, все показывает, что нам-то точно хватит большим запасом. Проблема в том, что бенчмарки практически все врут. Они врут, когда их делают сами производители, их, и они врут, когда их делают даже сторонние люди, которые тестируют, просто потому, что не умеют делать. Ну, вот, несколько примеров, пытался здесь перевести самых типичных. Вот, например, база данных умеет писать быстрее, чем диск. Она говорит, у нас база данных пишет 150 тысяч запросов в секунду, и она абсолютно надежна, гарантирована, и все такое. Как? Ну, вы как бы понимаете, что на обычный диск нельзя столько записать? Ну, на SSD можно, но тут на обычный диск, ну, как так? В чем подвох? Как вы думаете, в чем подвох? Память сохраняется? В принципе, да. Все пишется в память, потом пачка пишется на диск. Ну, вот это вот время, пока вы записали из памяти на диск, да, данные у вас ненадежно сохранены, потому что любой скачок по питанию, и все, вы потеряли данные. Дальше вопрос, сколько это время поставить? Я могу поставить 100 миллисекунд, у меня база данных будет писать, ну, там, тысячу запросов в секунду, могу поставить минуту, оп, смотрю, уже 10 тысяч секунд. В бичмарках-то об этом можно не говорить, можно просто сказать, что 150 тысяч секунд. Правильно? Ну, классно же. Читают базы данных точно так же, офигенно быстро. Миллион транзакций в секунду, не чтение, миллион чтений в секунду, вот реальные цифры из бичмарков. Ну, мы знаем, что диск может прочитать, ну, 100, окей, SSD, ну, 100 тысяч, ну, 200 тысяч, ну, куда же, миллион-то, ну, как это получается? Да, на самом деле, очень просто. Берем данных, там, 100 гигабайт, берем, ставим 128 гигабайт в оперативке, и начинаем читать. У нас все эти 100 гигабайтов помещаются спокойно в дисковый кэш. Все, нам не нужно больше обращения к диску. И этот тест говорит о том, что, да, ребята, хорошо, молодцы, постарались, написали хороший там производительный код, который может быстро читать из памяти. Ну, никак из диска, потому что с диска вам что важно? Сколько запросов к диску придется на один запрос пользователя? И это важная характеристика. Но ее никто не напишет в бенчмарках. То есть, смотрите, в идеальном случае вы сделали один запрос на сервер за данными, и он сделал ровно один поход на диск. Это прям идеальный случай. Не всегда так получается. Почему не получается? Ну, потому что, например, вы читаете по индексу. Нужно сделать чтение из индекса, получить, где лежат данные, потом сходить за данными. Это уже два чтения. Вот пример, например, Кассандра. И не только Кассандра, многие современные базы данных, они устроены по такому принципу. Мы пишем, пишем данные в память сначала и пишем commit log, ну, transaction log. А данные сами на диск не пишем. Почему? Потому что, если писать данные на диск, то это будут, возможно, какие-то рандомные врать, и это очень невыгодно. А commit log можно писать последовательно. Это прям оптимальный вариант для записи данных на диск. Это максимальная скорость. Если вы пишете просто последовательно один, запись за записью, запись за записью, можно написать очень много, но потом из памяти как-то нужно их на диск сохранить. Что мы делаем? Ну, мы сохраняем какой-то большой файл. Например, там, гигабайт, я не знаю. Потом следующий гигабайт, и у вас куча файлов. Но потом, когда вам нужно прочитать, вам нужно прочитать, возможно, из нескольких файлов, потому что изменение было в одном файле, да, потом вы сделали апдейт этой же записи. Но вы не в тот файл записали, а уже в другой файл. Вам нужно понять, какие же данные свежие. Вам нужно прочитать из двух файлов. А если таких 10 файлов? У вас на одно чтение клиентское приходится чтение из 10 файлов. Оп, нагрузка в 10 раз больше. И тут будут совершенно другие цифры, да. Пока ты не знаешь, как оно работает, и не знаешь, где тебе соврали, очень сложно оценить реальную ситуацию, к сожалению. с очередью, да, вот тот самый тоже пример. Миллион, пожалуйста, миллион сообщений в очередь можно записать надежно, в распределенную систему, все будет классно. Ну, да, забыли сказать, что писали пакетами, там, по 100 или по 1000 сообщений, да, что на самом деле уже смотришь, вот, это уже не миллион, если даже на 100 разделить, это уже 10 тысяч всего. Ну, просто батчем писали, да. И это такие совершенно стандартные способы продать свое решение. Понятно, что это очень сложно, все сложно оценить, но что хочу сказать, никому не верьте, пробуйте, перепроверяйте, тестируйте сами, не сможете сами протестировать, не знаете как, ищите более достоверные источники информации, пытайтесь возможно узнать у тех, кто уже внедрил эту систему, да, почитать, не от разработчиков какую-то информацию получить, а от каких-то компаний, которые, может быть, делали доклады на эту тему, да. Ну, вот, как-то так. Наверное, это все, да. да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, субтитры Алексею Дубровскому, субтитры Алексею Дубровскому,